Народное славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 февраля 2018 года суббота, по одному из старинных 28 день месяца в Югусту же 7526 лета четверик. Мы начинаем телемост России-США «Наследие предков». Это уже второй телемост и заголовок его будет такой «Высокие технологии в архитектуре». А поскольку у нас не только Народное славянское радио в эфире, но и еще, хотел сказать, все радиостанции и телевизионные компании «Святой Руси», но не скажу так, пока еще не все. Но с нами присутствуют Юрий и Ольга Шевченко, с нами присутствует Виктор Максименков, Анна Никифорова и Евгений Макаров обещался быть с минуты на минуту, пока его ждем. Ну, просил, чтобы пока начать без него, а он дальше к нам подключится. Итак, сначала я предоставляю возможность поздороваться Юрию и Ольге. Здравия, Юрия и Ольга! Здравия! Здравия всеми людьми добрые, люди светлые во всех краях Медгард-Земли! Здравия, Алексей! Народное славянское радио, наши участники сегодняшнего телемоста Виктора, Анна! Может быть, Евгений услышит? Хорошо! Доброго времени, всем людям Земли, рады быть вместе с вами для сотворения нашей общей мечты, прекрасного будущего! Хорошо! Виктор, пожалуйста, тебе микрофон для приветствия. Доброго времени суток всем, кто нас слышит или услышит! Здравия всем участникам и слушателям нашим, и зрителям! Действительно, хочется пожелать всем самого... Благодарю, Алексей! Некоторые слова не были услышаны, я прошу тех, кто не говорит, свои микрофоны выключать, потому что, когда идет от вас сигнал, перебиваются другие участники в звуках. И хорошо! Анна, пожалуйста, тоже поздоровайся! Всем здравия! Всех приветствуем! Всех участников, всех слушателей, Алексея и весь мир! Всем добра! Надеюсь, интересно будет, познавательно! Замечательно! Ну что ж, начинаем наш эфир, наш телемост, и первыми предлагаю выступить Юрию и Ольге. Пожалуйста, начинайте! Благодарим, Алексей! Экран виден, да? Да, экран виден, конечно! Видно, да? Это «Храм Солнца» — картина Александра Угланова. Почему мы это показываем? Чтобы отбрать сознание от обыденного, тогда мы сможем увидеть сокровенное. И эти сюжеты у нас у всех в генах. Знаете, эти образы, как говорил Александр Угланов, приходят откуда-то сверху, и ты пробуждаешь свою родовую память. Вот для меня главное среди будней увидеть волшебный мир образов, которые оставлены нашими предками в пословицах, поговорках, сказаниях и записаны на камнях, капищах и святилищах. Для чего? Да для того, чтобы нам было легче раскрыть свой потенциал и понять свое истинное предназначение. Поэтому вот мы сначала покаживаем эти картины Святой Руси, Ведической Руси, потому что наши предки видели несколько миров. Живя в явном мире, они видели тонкий мир и огненный, если говорить об этом словами Елены Ивановны Рерих. И сегодня я хочу остановиться на книге «Мудрости Перуна», потому что именно эта книга является для нас настольной. Там есть предсказания о будущем Земли. Говорится в этой книге «Река времени вновь принесет перемены в течении своем, и снова начнется объединение родов расы великой, и объединит их великая мудрость». Так пусть мудрость и здравомыслие ведут нас по жизни. А я знаю уже точно, что магнитом для здравомыслящих людей стало и станет еще в будущем Народное Славянское Радио, за что сердечно благодарим вас, Алексей, и всю вашу команду. Я немножко хочу сказать о новой парадигме, поскольку все мы шагнули в новую эпоху, эпоху огня. Эта эпоха с новыми законами, ценностями, которую, кстати, предсказал бог небесного огня, грома и молнии Перун, который не раз посещал Мидгард-Землю. В летописях о нем говорится «Перун у них старший бог, в руках его камень многоцветный, аки огонь горит». Так вот этот огонь сегодня пересоздает наш мир, и повсюду символы нового мира. Чаще обращайте внимание на ней. Конь – мы знаем, что это значимый символ огненных богов, потому что небесный огонь льется на Землю. И на Земле очень многое изменилось. Но, к сожалению, мы, люди, меняемся очень медленно, а этим тормозим нашу эволюцию. А ведь мы – часть грандиозного плана космоса. Но что нам необходимо знать, чтобы быть в потоке преображения? Открытое сердце работает на частоте 150 Гц. Когда мы находимся в состоянии страха, наша частота 2 Гц, а мы знаем, что сейчас резонанс Шумана – 15 Гц. Так ответьте тогда, пожалуйста, на вопрос, вписываемся мы в новую парадигму Земли или нет? Открытое сердце, открытое сознание могут свою организовать работу так, что нам откроется сокровенное, которое оставлено в великом наследии наших предков. Они ведь жили в многомерности, умели управлять энергиями этих миров и перенесли эту материализованную энергию на Землю. И вы видите, что действительно мы показываем картины, фотографии наши, пространство Земли изменилось. И эфирный мир, он уже присутствует в нашей жизни. Он не только присутствует, он проявляет себя. И по всей Земле стоят сакральные образы, которые оставлены в архитектуре. Вы видите сейчас фотографии – это Капитолии штатов Нью-Йорка. Причём очень интересно, разных штатов Нью-Йорка, очень интересно. Они представлены, где-то образовались штаты в середине XVII века, Запад и Юго-Запад, где была Великая Тартария – это конец XIX века. А посмотрите, насколько похожи эти строения. Я хочу сказать, что действительно, когда открывается другое видение, ты начинаешь понимать и ощущать, что это наследие, оно вокруг тебя, оно пробуждает твою родовую память. Просто на это надо направить внимание. Но это получается тогда, когда ты открываешь свою внутреннюю Вселенную. И то, что ты открыл в своих глубинах, проявляется во внешнем мире. Мы понимаем сегодня, что Вселенная создавалась структурированием и уплотнением пространства энергии. Так и архитектура по своей сути – подобный процесс, придание пространству структуры и формы. И об этом Виктор Гюгочий хорошо сказал. Зодчество – это главная летопись человечества. И действительно, посмотрите, насколько красиво всё. Это и храмы в России, и в Америке. В архитектурных образах на Землю перенесены фундаментальные законы сотворения космоса, которые, естественно, изменяются сообразно нашей реальности. Но для наших предков архитектурное творчество определялось главным космическим принципом. Что вверху, то и внизу. И мы ещё раз вам показываем картину Угланова. И видим, что проявляется тонкий мир, тонкий план. И самое интересное, что форма здания определялась не только его функцией. Смотрите, удивительная фотография. Свет и звук, и есть такое выражение «звук до звука», то есть вибрация, были главным украшением здания. Это здание расположено в Чикаго. А мы знаем, что если рассматривать в системе координат, что есть всё звук и свет, если мы правильно звучим, мы вписаны в электромагнитное поле Земли и получаем неискажённую информацию. Мы можем тогда отличить правду от привды. То есть цвет и звук были главным украшением здания. Действительно, архитектура – это летопись мира. Знаете, как говорят? Она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания. Это триумфальная арка в Нью-Йорке. Что несёт в себе каждый образ? Какую роль играет в парадигме Земли? И как воздействует он на сознание человека? И действительно, образы, вот есть такое выражение, да действительно так, они управляют миром. Вот вы смотрите на эти образы и просто задайте себе вопрос. В свою внутреннюю Вселенную проникните, какие чувства и мысли эти образы вас вызывают? А теперь вопрос ко всем. А что же происходит со знанием человека, который живёт в городах-коробках? Об этом это Манхэттен. И когда ты выходишь на эти проспекты, динамика толпы, она тебя просто захватывает. Об этом очень хорошо говорили Ильф и Петров в своей книге «Одноэтажная Америка». Звучало это так. Сейчас же с нами произошла маленькая беда. Мы думали, что будем медленно прогуливаться. Внимательно глядя по сторонам, так сказать, изучая, наблюдая, впитывая и так далее. Но Нью-Йорк не из тех городов, где люди движутся медленно. Мимо нас люди не шли, а бежали. И мы тоже побежали. И с тех пор мы уже не могли остановиться. Действительно, когда ты попадаешь и чувствуешь вот эту динамику, можно ощутить в неё такой динамичный. Но когда твоё сознание оторвалось от привычных картин, ты начинаешь видеть другие образы. Есть вот такой Нью-Йорк динамичный. Есть новый Амстердам. Это всё находится в одном месте. Но вот это место, оно уже было такое, знаете, тёплое и живое. А для нас Нью-Йорк в первую очередь – это Новославянск. И вы сейчас видите вот эти мегалиты. Они расположены… Это лики славянских богов. Об этом говорит Валерий Алексеевич Чудинов. Они расположены и на Брайтон-Пич в Бруклине, в Нью-Йорке, и в Калифорнии. Но что интересного? Они когда-то стояли на капище именно на Манхэттене. И поэтому об этом говорится в «Легендах о садков». И поэтому для нас Нью-Йорк – это в первую очередь тёплый живой град наших предков. Вот посмотрите, что за чудо. Мы с Юрой путешествовали по Манхэттену, чтобы сфотографировать какие-то значимые объекты, купольную архитектуру, но с очень интересными такими навершиями, пирамидальными. И вдруг мы остановились у этого здания и замерли. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это герб Тартари. Сравните. Показываем следующую картинку. И, знаете, проходят люди и не замечают. И так же не замечали мы, проходя тысячу раз мимо этого здания. Но когда ты направляешь внимание на сакральные образы, начинают проявляться чудные картины. Смотрите ещё на одно здание. Оно тоже нас удивило. Как ни странно, это синагога. То есть все наши сакральные объекты заняты политиками, религиозными деятелями. А вот именно, я вам хочу сказать, тот образ, который вкладывали предки в эти строения, он живёт. Там находится звезда Велеса, которую ошибочно принимают за звезду Давида. Есть звезда Аллатырь. Есть звезда Сварога. Это действительно очень интересное знаковое строение. Ведь наши предки видели землю. Есть такие вот тёплые образы из сказок. Это всё здание на Манхэттене. Удивительно, среди этой динамики мы видим тёплые, живые дома. Я вам хочу сказать, что действительно они стоят, как живые свидетели прошлого. И удивляешься, каким же видением обладали наши предки, оставив нам эти волшебные образы. И ведь они начинают работать в нас. И приоткрывается предназначение этих объектов архитектуры, сакральной архитектуры. И знаете, когда мы стояли и наблюдали просто, вот бывает момент, когда твоё сознание переключается и работает совершенно на другой волне. И, я не знаю, это на уровне интуитивного знания, чувства знания. Была показана картинка, что над каждым городом, над каждым селением в пространстве существует энергетический купол. И вот эти сакральные объекты, купольные архитектуры, маковки, пирамидки, они существуют для того, чтобы поддерживать этот энергетический купол Земли. Вот возникло такое понимание, что... Почему? Потому что над купольными зданиями в пространстве чаще всего возникают, ну, при определённых атмосферных условиях, можно увидеть солнечная гала или сверическую радугу линзы. И они проявляются на фотографиях. Это Юра сейчас листает объекты немножко подальше. Сейчас просто я ещё расскажу одно интересное. То есть вот такие гала мы фотографировали над такими сооружениями. Но Манхэттен очень интересен. Когда идут такие образы, то ты начинаешь понимать, что там не только видишь прямолинейность улиц, а есть и движение по спирали. Это музей Бугенхейма, очень интересный. Строится вот такая спираль, такие здания, которые уносят тебя в пространство. И ты начинаешь, знаете, как будто активируются твои ДНК. И вот эти все космические образы, они расширяют спектр твоего восприятия. И становится понятно, что все эти сакральные объекты – это не только высокотехнологичные устройства, которые стоят в определённых точках Земли. Это мы показываем пружинные города Сибири – ТОПС, Иркутск и Красноярск. Это действительно такая, знаете, пружинная архитектура, тёплая, живая, такая же есть и в Америке. Всё идентично. Я вам хочу сказать, что действительно мы понимаем, вот я, Юра, показываю тот купол, который нам показался, что находится энергетически над каждым городом, над каждым селением. И в то же время всё это соединяется вместе. А внизу купольные объекты архитектуры держат, это как версия, этот энергетический купол. Я вам хочу сказать, что действительно все купольные сооружения с навешиванием, когда мы видим маковки, шлемы воинские, пирамиды, это аккумуляторы универсальной энергии. И русские учёные, царятин считал именно, что такие сооружения в готическом стиле, они, наверху ли пирамиды, купола расположены, они аккумулируют универсальную энергию. И действительно, когда ты входишь во внутрь этих зданий, то ты просто переключаешься на другую волну. Гармония наступает, тишина. И начинаешь, знаете, входишь как будто в резонанс. И есть такое предположение, что в куполах расположены определённые кристаллы. Если ты попадаешь в резонанс, то твоё сознание расширяется. Ты начинаешь лучше осознавать и понимать то, что, может быть, две минуты назад лежало за гранью твоего понимания. И вот царятин доказал, что именно таких, эти, Юр показывает, Землю, такие сооружения, сакральные объекты, стоят в определённых точках Земли, где энергия космоса и Земли наиболее высока. И эту энергию они аккумулируют. И причём эта энергия в этих объектах раскладывается на космические лучи. И царятин обнаружил, он назвал, есть там лучи Пи, которые разрушают опухолевые клетки. Лучи Омега благотворно влияют на организм человека. И все древние учения утверждают, что более эффективно универсальную энергию накапливают. Вот вы видите пирамиду. Это просто у нас каркасная пирамида. Ты сидишь в этой пирамиде, и ты начинаешь ощущать, во всяком случае, мы живём в явном мире, мы хорошо его чувствуем, но ты начинаешь ощущать мир эфира, тонкий план. Это очень интересные, проводили мы эксперименты, это действительно так, потому что пирамиды, полусферы, ступы, луковицы, они накапливают эту мощную энергию. И посмотрите, очень интересно, мы видим купол, и в то же время существуют, знаете, как и в то же шпиле, башенке. Это соединяются энергии женские, тха, как у нас принято их называть, и мужские энергии. И как они говорят уже сегодня, люди, которые изучают эти объекты, мы видим, что на куполах есть обязательно иглы. Так вот, для того, чтобы вывести эту универсальную энергию, раньше устанавливались шпили, иглы, но в то же время что происходит? Эти объекты, они очень гармонично вписаны в электромагнитную решетку Земли, они воздействуют на нас, на наше сознание, чтобы мы вернулись на прежний уровень осознанности. Итак, сакральные объекты архитектуры это великое наследие наших предков. Они гармонично звучат в пространстве, структурируют его, предотвращая от хаоса, от катаклизмов и помогают нам расширить своё сознание и выводят, знаете, на уровень познания других миров. Мы должны понять, что космос управляет всеми процессами, которые происходят на Земле, а мы в этой цепочке Земля-человек-космос играем очень важную роль. Так вот, каждый из нас может быть либо проводником высоких энергий, либо, если мы работаем или живём на низкой частоте, мы тормозим эволюцию. Это не громко звучит, это действительно так. И действительно, вот посмотрите внимательно, каждый день Вселенная посылает нам знаки будущего. А видим ли мы эти знаки? Я несколько слов хочу сказать о преобразующей мощи Солнца. Действительно, вот эти эфирные домены, которые проявляются в каких-то особо сакральных местах, их можно уже почувствовать, ощутить, общаться с ними. И когда мы такие фотографии отправляли Петру Петровичу Горяеву, он написал, эти объекты с лучами, как он написал, можете создавать уже вы сами. Это действительно так. Почему сегодня это возможно? Сегодня на поверхности Солнца, мы знаем, развиваются необычные процессы, которые называются торнадо на Солнце. Происходят супервспышки, и вот эти супервспышки меняют магнитосферу Земли. И нам сегодня нужно вписаться в эту новую парадигму. И действительно, если понаблюдать, то мы видим, сегодня могут проходить полярное сияние там, где их раньше не было, потому что идет очень мощный электронный поток со стороны Солнца. Именно он вызывает полярное сияние, где оно раньше не наблюдалось. Удивительно? Да. И они становятся более обширными. Следующая планета, которая оказывает на нас влияние, я почему вам об этом говорю, потому что вот сейчас мы живем в эпоху Водолея. Эта планета Уран, она очень мощно оказывает на нас влияние. Предки называли эту планету Варуна. Оказывается, Варун, планета Варуна, подняла свою электромагнитную производительность более чем в 30 раз. Об этом говорит профессор, доктор-геолога минералогических наук Алексей Николаевич Дмитриев. Что происходит? Лучи Урана продвигают эволюцию, утверждая лучшие пути для человечества. Происходит такая огненная ассимиляция лучей Солнца и Урана. Они очень мощные и трансмутируют старые энергии. Мы сегодня должны просто это осознавать, потому что перед тем, как перейти к высоким технологиям наших предков, мы должны понимать, почему сегодня этот вопрос звучал. Да потому что мы уже живём в новой парадигме. Эфир нас окутывает, омывает, промывает, и мы уже видим те картины, может быть, которые нам были совершенно недавно недоступны. на планету нашу, на Землю и на нас очень мощное влияние оказывает и планета Юпитер. Так её называют греки, а мы как её называем Перун. Так вот, это эра огня. Когда была эра воды, это были потопы. Сегодня огонь зодчей нового времени. Как говорила Лена Ивановна, Рерри, не ждите мессию, огонь зодчей нового времени. Перун или Юпитер, это гигантская планета. Вот представьте, она в 318 раз превышает по массе Землю. И был зафиксирован в последнее время резкий рост электромагнитного излучения. А связка с Солнцем Юпитером образует электромагнитный каркас всей Солнечной системы. И наша Земля автоматически сегодня подстраивается к этим новым энергиям. И мы становимся свидетелями нового неба над головой. Эти огромные изменения в природе обусловлены космическим влиянием. Вы видите, какие вот уже эфирные образования проявляются не только на фотографиях. Поговорите с маленькими детьми или с людьми, у которых открылось зрение. Всё это уже просматривается и видно в пространстве. Поэтому в то же время мы должны аккуратно подходить к своим чувствам и мыслям. Наше сознание влияет на процессы, которые происходят в космосе. И нельзя не упомянуть об огненных переустроителях мира, это кометах. Ранее и считали просто массами космического льда. Сегодня есть такая версия, что это эфиродомены. А когда человек попадает в такое пространство эфиродоменов, у него меняется сознание, идёт расширение сознания, открывается родовая память. И оказывается, в конце XX века комета Хейла-Бопа своим мощным светлым излучением насытила больную ауру Земли, а в середине XX века в Земле приближались кометы только со светлыми излучениями. Это вселяет надежду, что в космосе будущее Земли и человечества уже предопределено. Всё зависит только от нас. И мы сегодня не можем не сказать ещё об одном о грозах, потому что сейчас Юра о них скажет, они перестраивают всё наше пространство. Вот такие эфирные домены мы показали, проявляются сегодня в нашем пространстве. Пожалуйста, Юра. Да, увеличивается взаимодействие трёх миров физического, тонкого и огненного мира. Если о физическом мире мы имеем знания, то знания эфирного мира и навыки сознательной работы с ним имеют лишь небольшое количество людей, а огненный мир доступен пока только лишь единицам. Земля это живой организм и он постоянно находится на связи с огненной сущностью космоса, поэтому через грозы и через молнии передаёт космос свои сообщения Земле, и она их принимает и понимает. изменился электромагнитный каркас Земли, изменилась физика пространства, электродинамика и электростатика всех атмосферных процессов, в том числе и гроз. Наблюдаем растущее разнообразие типов гроз и молний, сухие грозы, спрайтовые разряды, новые шаровые молнии, или как их сейчас уже называют эфиродомены. 53% шаровых молний фиксируют в городах. Города стали супер трансляторами эфирных образований. В результате идёт насыщение атмосферы озоном, в котором содержится живой компонент жива или эфир. Эфирный мир оказывает всё большее воздействие на мир физический, а теперь грозы, молнии. Это показываем кадр, фотография из Бангкока. Во время шторма молнии произвели 150 тысяч за два часа. Это новый мировой рекорд. Следующий кадр. Это в Венесуэле есть такая река Кататумба. Она занесена в книгу рекордов Гиннеса и названа молниеносной столицей мира. Ежегодно там происходит до миллиона двести молний. Это примерно 3600 молний в час. Следующий это Окленд, США. Более 700 молниеносных ударов в небе над Оклендом. Молния ударила по вершине самого высокого здания города. Следующий кадр. Это Чикаго. Разразилось настоящее световое шоу. Стрелы молнии однократно пронзали самые высокие здания города. Следующий Манхэттен это знаковая статуя свободы, в которую ударила молния и фотографу удалось запечатлеть этот момент. Следующая фотография это Нью-Йорк Манхэттен опять же это Всемирный торговый центр и в шпиль этого здания ударяют молнии. Молнии пробивают эфир в атмосфере и по нему поток эфира из космоса устремляется от Земли к облаку и от облака к Земле. Молнии и грозы это великий подарок Земле. Молнии породили жизнь. Они были природными усилителями, которые выплеснули всю мощь эфира в земную жизнь, не требуя от жизни тех же затрат. Эфир заполняет пространство. Энергия Вселенной заключена в эфире. В основе высоких технологий лежат знания о вездесущем эфире. Человек познает законы управления, позволяющие ему творить великие дела. Подчиняясь мощным потокам вещества, энергии и информации, человек не затрачивает при этом и тысячные доли того, что он получает от природы даром. Но самое неприятное заключается в том, что человек остается по отношению к природе крайне неблагодарным. Наши предки и такие гении, как Никола Тесла, вот его мы видим на фото, умели извлекать и использовать свободную энергию эфира. Именно желание познать причины мощности молнии и привели Николу Теслу и его последователей к их великим открытиям и изобретениям. Для этих целей строились архитектурные сооружения различных форм, вот как это, это башня Вандерклифф, которая стояла на острове Лонгайлнд рядом с Нью-Йорком. Эти сакральные объекты архитектуры воздействуют на наше подсознание, пробуждая родовую память. Это высокотехнологичные комплексы, в которых использовалась свободная энергия, извлеченная из эфира. В недалёком прошлом и перед нашими современниками стоит задача найти способы получения этой энергии так же, как это делали наши предки. Тогда, извлекая её из неисчерпаемого источника, человечество будет продвигаться гигантскими шагами. И представитель славянского мира Никола Тесла был допущен к великим тайнам космоса. Он понял механизм генерации эфира и умелое управление потоками эфира. И судя по материалам интернета, технологии, которые открыл Тесла, известны уже многим инженерам и исследователям по всему миру. Этими знаниями владели наши предки. А жизнь по заповедям предков меняет сознание человека, делает его чутким к правде, мудрости и красоте. Эфир основа жизни, материи, силы и действия, электричество, магнетизм, тепло, свет и химические реакции. Кто знает, где кончается сила этого гиганта эфира? Откуда он, каково его таинственное происхождение? Кто действует в нем и развивает из него все видимые формы? Если мы осознаем эфир, значит, примем участие в космическом процессе, а это уже большая победа духа. Качество нашей огненной энергии зависит от качества нашего мышления. По мере насыщения эфиром в нашей жизни появляются забытые источники энергии. Но если человек не умеет управлять своими энергиями, то ему будет трудно понять природу этих явлений. И сейчас мы немножко еще поговорим, чтобы было понятнее о древних символах энергии Вселенной и о Торах. Природа нам показывает, что жизнь запрограммирована на успех, но жизнь почему-то людей не в процветании, а в выживании. Так что же произошло? Мы забыли код Вселенной? Да, у Вселенной есть код, природная модель, которая веками находила свое отражение в различных символах, в архитектуре, в искусстве. И вы сейчас видите Фостера Гэмббела, который говорит об этой чистой, возобновляемой энергии в своем фильме «Процветание». Именно она выведет нас на истинную дорогу. Мы забыли о своем величии и своих истинных возможностях, но время пришло познать себя. как устроена Вселенная? Как люди вписываются в общую модель энергии жизни? Есть единая модель, по которой развивается жизнь. И многие знают, что в математике эта фигура называется Тор. Эту фигуру природа использует для жизни на всех уровнях. Эволюция это есть раскрытие. И вот вы сейчас видите, что во всем проявляется эта фигура энергия Тора. В движении стаи рыб, в росте растений, в магнитном поле вокруг человека, вокруг Земли, в артефактах, которые оставили нам наши предки. Вселенная работает над одним проектом. Она выращивает Торы. И вот вы видите, наверное, купольное здание. Оно очень интересное. Расположено в штате Массачусетс. И вот проявляется над этим зданием Торы. То есть мы плывем среди бесконечного потока Торов. Тор это дыхание Вселенной. Это форма, которую принимает эфир на каждом уровне своего существования. Посмотрите, что произошло. убрали образы Тора, понятие эфира и стерли из памяти целостную картину мира. Почему купол, сфера притягивают наши взоры? Вот мы видим сфотографию. Это цветок жизни. Если же мы будем видеть этот цветок в трехмерном пространстве, это Тор. Или можно представить его в форме купола? Да, наверное, потому что когда мы смотрим, мы видим ход Вселенной. И оказывается, научный центр Секвоя в Америке, изучая энергию этой формы, нашел применение ее. Результаты исследований убедили, что Тор является основной формой, на которой основано творение Вселенной на всех уровнях. Исследователи использовали динамику Тора, как основу для устройств, генерирующих энергию безжигания. Так это же обеспечивает доступ к свободной неограниченной энергии. По праву является нашим наследием. Наши предки воплотили этот код в самых долговечных формах. Вы его сейчас видите. Посмотрите, в Краме Азириса мало надписей, но в нем есть очень ценная информация. Этот рисунок цветка жизни выжжена камни на атомарном уровне невероятным способом. Этот цветок жизни содержит в себе все до единого аспекта творения. И теперь вы видите звезду Перуна. Не удивляет? И вот я говорю, что еще раз хочу сказать, когда его расшифровали в трех измерениях, получился Тор. Древние символы в виде Тора показывают нам, как работает энергия Вселенной и какое послание может быть более важным, когда мы начинаем выходить за пределы Земли и не думаем о последствиях. Торе заключена энергия, которая извлекается из самого пространства вокруг нас. Что это означает? Означает то, что вода же у нас не поддается учетам. Воздухом мы дышим. Тоже бесплатно, да? И эфир, он вокруг нас разлит. Бабушка говорила Тесле. Вокруг нас разлита энергия. Надо просто научиться ей управлять. И когда мы это осознаем, знаете, какое есть понимание, об этом очень хорошо говорит Елена Ивана Рерри. Как начинать взаимодействовать с эфиром? Для начала надо признать, что он есть. Поэтому вот эта энергия, которая извлекается из самого пространства, означает, что она не поддается учету. Тогда прощай нефть, уголь, прощай передачи энергии по электропроводам. Это все останется в прошлом. Эти теории были доказаны в сотнях лабораториях по всему миру, но не стали достоянием общественности. Если эти технологии станут свободно использоваться, тогда изменится будущее. Изменения будут грандиозны, и они затронут каждого из нас. Это самая важная вещь, на которую сегодня мы должны обратить внимание. Вот это и будут высокие технологии. Знаете, как говорит Алексей Николаевич Дмитриев, сам представитель науки, но он пошел альтернативной дорогой, что люди, которые с помощью науки создают искусственный мир, захватили природные и человеческие ресурсы, отвлекли внимание от изучения природы. Говоря так, мы наш, мы новый мир построим, и они строят именно свой мир, отдельный от реальной природы. Вот почему нынешние глобальные перемены застали фундаментальную науку врасплох, она о них ничего вразумительного сказать не может. Так говорит Алексей Николаевич Дмитриев. И это действительно так, потому что наш мир нельзя рассматривать только вот явный, реальный мир. Наши предки имели космическое сознание, они жили и в огненном, и в эфирном мире, и в явно проявленном мире, и поэтому тоже нужно расширить свои горизонты. Когда мы принимаем даже одну парадигму, что вокруг нас разлит вот этот всемогущий, вездесущий эфир, наша жизнь меняется. Я передаю слово Юре, А теперь давайте вспомним Сантии и Веда Перуна. Там говорится, и разойдутся они по всем краям Медгард-Земли, и поставят новые грады и капища. И во всех краях нашей матушки Медгард-Земли, где жили наши великие предки, еще остались величественные объекты зодчества. Причем на восточном побережье Северной Америки их осталось намного больше. А там, где простиралась Великая Тартария, на западе и юго-западе американского континента, а также в Сибири, все было тщательно выжжено и зачищено с большим рвением. Остались только небольшие архитектурные шедевры древних городов, или градов, которые заставляют задуматься о вечном и прекрасном. Такие сакральные объекты гармонизируют пространство вокруг себя. Один из них это храм в Севастополе, который остался во время войны практически неразрушенным. Следующий объект это храм Святого Павла на Манхэттене рядом с тем местом, где стояли башни-близнецы, которые были разрушены 11 сентября 2001 года. И во время обрушения этих громадин храм абсолютно не пострадал, так как он имеет сакральные формы. А теперь поговорим о городах звездах. Города звезды служили всегда символом, сама звезда служила символом победы, духа над началом материальным. И знак звезды символизирует, точнее активирует звезда человеческое чувство справедливости, надежды на будущее и способствует объединению людей. если открыть Википедию на английском языке мы увидим список городов звезд, которые расположены в разных точках Земли. Мало где они сохранились, где-то есть реконструированные. И Александр Криванов в своей статье «Архитектура объектов энергетики допотопной империи» считает, что почти по всему миру были выстроены звездообразные крепости с энергоприемниками. Звездообразные крепости кроме своей функции защиты были способны автономно саджать необходимой энергией объекты, расположенные в их периметре. Для подключения к сети энергостанции в звезде необходим был шпиль или колонна, который устанавливался в центре, на котором располагался резонатор, а у подножья электромагнитный или волновой приемник. Сам резонатор мог давать центральное освещение, но для этого были необходимы довольно редкие материалы. Города звезды это символы звезды Солнца с потоком расходящихся лучей, дарующих жизнь. Это альфа и омега, начало и конец. И почти по всему миру, где империя расположила свои звездообразные крепости, возникали красавцы города в стиле антик. Нужно обладать тем же багажом зданий, которым обладали наши предки, чтобы понять назначение таких городов крепости. Поскольку эффект самой формы очень важен. Это защита от реальных волн, излучений и пси-защиток. Сама форма содержит связь с другим миром, создает торы, которые являются источником любого вида энергии световой, тепловой, магнитной, электрической, гравитационной и так далее. И интересная справка. Застройка колоний европейских переселенцев в 17 веке в Америке состояла в основном из временок, из землянок, хижин, обмазанных глиной, вигмамов, но более крупных, чем у индейцев. И только через 15 лет после прибытия на американский континент колонисты начали возводить постоянные жилища. А что мы видим на нашем экране? 1673 год, Нью-Амстердам. И где же здесь хижины, где тут небольшие домики, которые начали возводиться даже на постоянной основе? Это уже целые кварталы городов. Вот мы видим еще один кадр. Здесь стоят величественные сооружения со шпилями, с куполами, которые были построены задолго до того, как прибыли колонисты на американскую землю. И Валерий Алексеевич Чудинов на своей карте показывает, что Русь была на сём земном шаре, то есть везде была империя русов. И святилища, и капища расположены в таких местах, где энергия неба и земли более мощная. И таким образом создаются сакральные объекты, как природные мегалитические комплексы, так и рукотворные. Эти комплексы поддерживают новую решётку сознания Земли. Это великий дар наших предков, которые знали, что мы будем проходить через тёмные рукав галактики и потеряем свою осознанность. Но когда наступит утро сварога, а она наступает, благодаря этим сакральным объектам архитектуры и природным храмовым комплексом, мы поймём код Вселенной и сможем выйти на прежний уровень осознанности. И поэтому по всей Земле строились эти сакральные комплексы с куполами, пирамидами, шпилями. Здание со шпилем различной высоты и конфигурации всегда являлось центром. Это была точка пересечения различных энергетических потоков. в самом центре на месте перекрытия трёх квадратов представлялся слияние троицы и располагался энергетический геомантический центр. Луи Шампантье предположил, что такие места, как древние стоящие камни Менгиры, здания со шпилями впитывают в себя космическую и земную энергию, которую наши предки использовали как источник вибраций, который не только накапливал, но и усиливал эти вибрации. А сооружения со шпилями это мужские энергии, это электрические поля, находящиеся на вертикальной оси времени, а купольные, соборные, это женские энергии, это магнитные поля, находящиеся на горизонтальной оси пространства взаимодействовали между собой, играли важную связующую роль, внутри которой резонировал любой вид энергии. В этих специальных местах наши предки помещали энергию для ее дальнейшего использования. Поэтому сакральные объекты осознанно размещались в особо значимых местах. Образы их воздействовали на явный мир, а символы несли сакральное значение и понимание тех или иных процессов, происходящих во Вселенной. Знаки и символы — это коды и ключи к тайнам мироздания. И в своих статьях Александр Кривонос и Виталий Власов мы видим сейчас изображение одного из купольных сооружений, которое как раз и являлось генератором энергии эфира, которое вылабатывало и электрическую, и световую энергию. И эти купольные сооружения, в которых использовалась природная энергия, показывают, что и подобные же опыты проводил Никола Тесла. Он создал свою башню Вандерклифф тоже наподобие купола наверху. Сама купольная архитектура является мощным генератором, держит защитный купол над городами Земли. Для тех, кому интересно, в конце будут даны ссылки на эти статьи и там подробно разбирается, что для чего применялось, как работали эти энергетические комплексы. И вот мы показываем купольные сооружения и в России, и здесь в Америке. Идентичная архитектура. Это говорит о том, что они не строились новыми гражданами Соединенных Штатов. Они уже стояли, они только реконструировались и, видимо, до последнего времени до начала 20 века использовалась энергия эфира и эти энергетические установки работали. Но потом пришло новое время и они были отключены. И Земля стала опутана электрическими проводами и стали качать нефть. И мы теперь зависим от этих энергоресурсов. Какие мы можем сегодня сделать выводы? Это, наверное, очень важно, потому что пришла новая эпоха новое осознание, что если мы заглянем в свою внутреннюю вселенную и начнем ее открывать, мы станем свободными людьми. Тогда во внешнем мире мы увидим совершенно другие картины. Об этом очень хорошо говорит Алексей Васильевич Трехлебов, что нами пока, как нам кажется, управляют, пока мы не можем отличить правду от кривды. И только когда мы обретем свое истинное величие, когда мы поймем, для чего мы пришли в этот мир, тогда все то, что нами руководило и управляло, просто исчезнет. Это действительно так. Поэтому я вам хочу сказать, такой купол над Манхэттеном, который создали американцы, во всяком случае, есть такие идеи, но я вам хочу сказать, электромагнитное поле Земли будет работать совершенно по-другому, потому что вот к этим объектам, когда подходишь, купольная архитектура, пирамиды, они живые, они дышат. И это основной код Вселенной, в них заложен эфир в виде Тора. И природа, она сама знает, что необходимо делать для пересоздания самой основы жизни. Это такой творческий шаг и обозначает великое время. Звездное небо над головой и нравственный закон в человеке не пустой звук. Как сказал Кант, гаснет нравственность, гаснут звезды. Звезды растет нравственность, планета возревает новой звездой. И сегодня человек может творить великие дела, но для этого нужно познать свою Вселенную, великий фрактал великого космоса. И мы заканчиваем. Многие мудрые знания станут потерянными для многих родов, но помнить будут они, что являются потомками рода небесного, и никто не сможет победить и лишить свободы их. Так сказано в Сантех Ведаперуна. И сие великое предназначение надлежит исполнить вам и потомкам вашим, чтобы правильно сбылось все, предначертанное великим Рамхой. На поверхности сияющих волн реки времени за исполнением коего наблюдает число Бог. Алексей, мы закончили свои беседы. Замечательно. Благодарим всех за внимание. Благодарю за доклад, правда, более 30 минут он оказался, планировали все-таки 30, уже 50 минут прошло. Ну, что же, что прошло, то ушло, не будем об этом переживать. Благодарю за хороший доклад, подобранные картинки, разъяснения. И теперь прошу подключиться Виктора Максименкова. Пожалуйста, Виктор. Благодарю, Алексей. Сейчас я включу демонстрацию экрана, меня слышно нормально? Даже очень. Отлично. Экран видно уже? Да. Я хотел бы, да, поблагодарить. Виктор, звук пропадает от тебя. Давай сделаем так. Сейчас, наверное, я попрошу тебя перезагрузить компьютер, все-таки проверить, а я передам тогда слово кому-нибудь из других участников. Да, давай так, давай так. А то это так долго мы будем мучиться. Так, нам присоединяется тогда местами, если возможно, с Евгением Макаровым. Поменяю вас. Евгений, ты с нами? Я здесь. тогда давай я поздороваюсь с нашими радиослушателями и зрителями, вот, и после этого сразу можешь приступать к докладу своему, чтобы время тянуть. Да, приветствую всех участников, участников из-за границы наших соратников. Приветствую всех зрителей. Вот, наконец-то я добрался и хотел бы сразу начать. Ты монитор свой, будешь показывать монитор свой? Конечно, я включу. Вижу все. Вот, я хочу начать с того же самого, что уже показывал. Значит, сейчас вот я отслушал наших коллег из США. Это было очень интересно, очень много было сказано, в общем-то, даже того, что я сейчас хочу показать. Начну с того, что уже было озвучено. Во-первых, как заметили многие, по всему миру, по всему миру, единая архитектура, единый стиль, единые какие-то символы, сооружения во множестве, во множестве, во множестве. Причем не только в городах, но даже есть остатки их в труднодоступных сейчас местах, например, в Кемеровской области, в Сибири, в Карелии и так далее. Это все отголоски цивилизации, великой цивилизации прошлого, в том числе и архитектура городов, которая, прежде всего, отличается тем, что она построена не строго, параллельно и перпендикулярно, а именно не симметрично, то есть асимметрия и не параллельность линий. Повторения дома сделаны совершенно по-разному. Они повторяют контуры улиц и изгибов улиц, углов. Здесь хорошо видно. Все это тоже не просто так. Еще заметили наши коллеги, что города имеют солнечную структуру, но об этом немного попозже. Сейчас я просто показываю вам примеры этих зданий. Они как бы встроены в улице. Мы можем заметить, что многие дома имеют такой угол тупой, закругленный или острый. Все это рассчитано на взаимодействие с единой энергоинформационной системой, но прежде всего энергетической системой прошлого. Даже если здания были четырехугольные, то они были строго параллельны друг к другу, как, например, всем нам известные крепости средневековые, так называемые. Вот одна из них перед вами. то есть эти все сооружения имели связь между собой и имели непосредственно конструктивную связь с тем энергополем, которое создавалось излучателями вокруг. Как заметили многие, значит, во всех городах, практически во всех городах, особенно это можно рассмотреть именно в старой части города, присутствуют дома с непонятными сооружениями наверху, с куполами, очень похожими на купола храма. Вот перед вами один из храмов. так вот, примерно такие, практически такие же купола мы можем наблюдать на домах, ну, как бы они не имеют отношения к религиозной сфере, не имеют отношения к культовым сооружениям. Однако же, практически в любой части старой части города мы видим похожую архитектуру домов со множеством элементов лепнины и так далее. И вот эти сооружения. Перед вами город Томск. Для примера я показываю один из таких домов. Мы видим сооружение на углу дома. Это купол со шпилем наверху. Рядом располагается еще похожее сооружение, правда, это уже не купол, а больше напоминает пирамиду. Вот по моим исследованиям, что я заметил, что эти устройства могут делиться на купола и на пирамиды. Вот сейчас я вам показываю купола. Они имеют разные формы, совершенно разную конструкцию, но предназначения у них совершенно одинаковые. Это излучатели или как их уже здесь назвали купольные генераторы излучатели. если нужна была большая мощность, то на одном из домов или на нескольких строились несколько таких генераторов. Вот сейчас перед вами фотографии города Вологда. Есть в сервисе ВКонтакте группа, посвященная старым фотографиям в этом городе. Вот взято это оттуда. Это центральная площадь. Мы видим здесь несколько куполов на доме, еще на одном доме и на храме похожий купол. Это дом. И значит на этом доме можем наблюдать по сторонам два купола и посередине немного другой конструкции с антенной наверху, с круглой антенной. А вдали мы видим еще один тип. Это уже скорее всего католический храм. Со шпилем это один из видов генераторов пирамид конусообразных. Вот такой вот еще один тип купола похожий на колокол. Это съемки производились в 2017 году осенью. на Пушкинской площади один из домов. Характерная особенность этих устройств, что они располагались в основном на углу дома, это очень часто можно увидеть, через все этажи. Скорее всего, там было какое-то устройство, связывающее все этажи, и какое-то основное устройство располагалось непосредственно в комнате, где купол. Видим здесь шпиль очередной. вот так вот вблизи это выглядит. Кстати, очень похоже на, например, известный нам летательный аппарат Виманы. Это одна из станций метро, очередной старый дом с куполом наверху. Для сравнения я оставил здесь две фотографии дома и купол храма. Совершенно абсолютное сходство. метро. Значит, это Китай город, метро. Видим просто громадный купол, конструктивная особенность, вот такая вот часть наверху. Похоже на, не знаю, шишку, как вот на буддийских храмах. Это фотографии Останкинской усадьбы Шереметьевых, метро ВДНХ, недалеко там можно доехать. Правда, туда доступ сейчас закрыт очень много лет. То есть людей туда просто не пускают. Одно из помещений мы видим с таким куполом. И основная часть с другим немного куполом, со шпилем наверху. И еще одна конструктивная особенность круглые окошки, их еще называют звуковые окошки, кругу расположены по этому барабану. Они тоже не просто так делались, это совершенно ясно. Теперь я показываю вам пирамиды. Другой тип этих излучателей пирамиды. Здесь уже было много сказано про пирамиды. Меня хорошо слышно, да? Алексей? Да, вполне хорошо. Вот. Значит, другой вид излучателей, как я заметил, и многие заметили исследователи, что это пирамиды. Хочу заметить, что эти сооружения были совершенно разных размеров, но предназначение у них было одно. Я предполагаю, что если это были пирамиды, как, например, в Гизе, они были ориентированы, например, строго по полюсам. И, возможно, в них концентрация земной энергии, а также энергии магнитных полей, это и тонкого мира, была максимальной. Другие пирамиды не обязательно были ориентированы по частям света, но функции у них были практически одни и те же. Пирамиды были или, как, например, здесь, целиковая пирамида. Еще одна конструктивная особенность, наверху было яблочко, некий шарик, я думаю, что это именно как антенна, излучатель. Москва первая мещанская, мы видим на доме несколько типов пирамид, урезанная с так называемой оградой наверху, пройти ограду немного позднее, и закругленная, это тоже генераторы, расположенные в ряд. Еще одно здание в Москве, две пирамиды рядом. Очередное здание с пирамидой. но не только существовали не только маленькие пирамиды на домах, но также и сами крыши домов, как было уже раньше, то есть мной была замечена такая особенность, что многие крыши домов имели пирамидальную конструкцию, как например здесь, это Пречистинка. То же самое мы видим здесь. Не обязательно что она была вытянута, она могла быть и ниже. Деревянные дома. Не обязательно здание было каменное и не обязательно здесь две пирамиды со шпилями, то есть даже на деревянных домах были такие сооружения. Еще обратите внимание, забегая вперед, скажу на вот это обрамление крыши. Она тоже не просто так. Вот еще один дом, дом Цветкова. Мы видим здесь необычной формы пирамиду, также малые пирамиды, закругленная и опять же непонятная решеточка наверху со шпилями по ключевым точкам. Рядом располагается похожая крыша. это опять же это не храм, хотя выглядит как храм. Но здесь мы видим два типа генераторов. Круглый со шпилем пирамидальный. Здесь мы видим тоже закругленную пирамиду и еще два устройства, которые можно назвать шпили или как-то еще. Здесь мы видим несколько устройств вместе. Православные храмы, католический храм с непонятным устройством, похожим больше не на крест, а скорее всего на катушку Тесла, располагающимся наверху, с несколькими шпилями внизу конуса пирамиды, восьмигранной. Вдали еще несколько сооружений. Вот так я привел примеры. Это на доме располагается, опять же, Пушкинская площадь. Это метро Китай-город. Протестантская церковь Петра и Павла. Мы видим, что устройства были и на домах, и на храмах. Здесь даже шпиль есть. Это колокольня этого храма протестантского. Опять мы видим конусообразное устройство. Православный храм на Китай-городе. Раньше люди ходили, как и я, один из них, не замечали такие вот особенности. Теперь стало понятным, почему некоторые вот эти своды сделаны именно так. Видим пирамиду закругленную. Это основная часть четверик храма. Еще одна пирамида на дому. Дом с пирамидальной конструкцией. Малые пирамиды вытянутые. Крыша пирамида метро Третьяковская. Один из старых домов, очень красивых, очень необычного вида генератор. Я не думаю, что он сейчас рабочий, хотя кто его знает. То есть мы это не можем проверить, у нас доступа просто нет. И очередная, видите, такая конструктивная особенность, некая. Евгений, подождите секундочку, вот смотри, если мы обратим внимание перпендикулярно вот тому, что сейчас обводил мышкой, еще подальше там, перпендикулярно ей тоже, вот слева, 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 перпендикулярно прямо на нее направлена еще вот такая же металлическая часть. Такое ощущение похоже, вот так вот, если сразу как будто направленная антенна куда-то, вот это усилитель какой-то, или наоборот источник, который направляет по этой вот, где сейчас у тебя мышка стоит, направляет куда-то или улавливает оттуда. То есть вот что-то там с той стороны должно было стоять, куда или направлялась, и откуда-то принималась энергия. Ну это так просто вот мое замечание такое, на первый взгляд, потому что когда антенны телевизионные ставят, у них похожая конструкция, перпендикулярно и в длину, и вдоль стоит что-то. Все правильно, хорошее замечание. Могу вот забегая вперед сказать, что вот эти вот так называемые оградки наверху, которые почему-то обрываются или идут между другими какими-то сооружениями, типа некрополей, они тоже не просто так. Все это фрактальные антенны, и многие из них именно излучатели. Об этом говорит, например, известный такой есть ученый Кушелев, он исследовал эти излучатели, эти резонаторы, так называемые резонаторы наномира. Сейчас я вам их тоже покажу. Перед вами на первый взгляд может показаться, что это, допустим, колокольня какого-то православного храма, однако же мы видим здесь другой символ, то есть это не православное сооружение, но схожесть явная. Мы видим пирамидальную схему этой башни. Так, переходим к следующему. Я просто, понимаете, у меня не было так уж прямо много времени подготовиться, поэтому у меня так немножко скомканно получается. Еще что я мог заметить. Вот, например, перед вами храмы. Уже понятно, что вот эти купола луковичные и кресты это единое устройство, то есть, например, кресты антенны, а это собиратель атмосферного электричества. Вот, перед вами колокольня этого храма. Можем заметить, что она необычной формы, больше напоминающей, например, колокол храма или буддийский колокол, да еще и с окнами. Так вот, и в буддизме их еще называют ступы. Вот здесь мы видим тоже, а здесь вообще, понимаете, здесь целый комплекс. И вытянутая пирамидка, и вот эта ступа, и пирамидальная сама вот эта схема этой колокольни. Рядом большой купол храма. На этой фотографии тоже самое видим. И здесь еще, кстати, торчит кусочек вот этой решетки беспроводной. То же самое здесь. Кресты необычной формы. Мне очень часто пишут, что вот эти, например, провода только лишь для поддержки, чтобы они не упали. Но я всегда могу на это ответить, что если бы кресты изначально делали непрочными вот этими устройствами, они бы по-любому могли завалиться от большого урагана. Поэтому назначение этих проводов неоднозначное. Не обязательно только удержание. Так, теперь я покажу ступы в буддизме, то есть в буддийских храмах. Абсолютное сходство. Вот колокола ступы. Колокола ступы. А вот тут мы видим непонятное устройство, напоминающее такую, опять же, пирамидальную структуру. Наподобие вот, знаете, если бы я вот так вот показал, можно было подумать, что это часть электростанции. Одна из ее элементов. То же самое можно сказать про эту часовинку. Еще раз я уже говорил, что эти генераторы могут быть разных размеров. Вот тут мы видим мини, уже мини купол, вот веретенцы и вот этот купол. Опять же видим здесь ступы, причем это целые храмы. Наверняка я даже уверен, что здесь еще используется и принцип звукового резонанса. То есть многие буддийские храмы имеют вот здесь или на втором ярусе комнаты акустические. Теперь я показываю. Еще немножко покажу, что храмы в буддизме также имеют... А, еще одна тема. Если мы видели сейчас, я вам показал, пирамидальные генераторы на крышах домов или крыши домов как пирамиды, что опять же не просто так все сделано. То есть многие здания по всему миру сделаны с использованием принципа пирамидальности. Вот это я заметил и можно назвать, что один из признаков древней цивилизации прошлого с высокими технологиями это пирамидальность во всем, абсолютно во всем. В домах, в крышах, в том, что на крышах располагается, даже малые какие-то пирамиды. Вот мы тут видим целый комплекс этих пирамид. А вот это сооружение имеет как ступы наверху с центральным излучателем и сама по себе эта форма тоже пирамидальная. еще значит некоторые купола напоминают шлемы богатыря. Сейчас я вам покажу такой дом. Вот я нашел когда одну из серий делал. Называется его так и называют дом богатырь. История у него хороша тем, что его не уничтожили, что он до сих пор есть. Это в Ивангороде, то есть в Иваново сайт и в город. Его так и называли. Раньше он выглядел вот так двухэтажный с куполом со шпилем. Так и прозвали дом богатырь за вот этот купол напоминающий шлем богатыря. К чему я все это говорю? К тому, что вот это уже перестроенное здание, здесь третий этаж был настроен, повторили опять же купол в 1935 году, но неизвестно, сохранилось там оборудование, скорее всего естественно его забрали и изъяли. к чему я все это говорю? Вот еще кстати здание Тверская улица в Москве, похоже видите вот эти купола на шлемы богатырей. Это воздвиженка, здесь очень прямо похоже. и еще вот такие были тоже шлем богатыря. И как конструктивная особенность старых домов, видимо, это не каждый мог себе позволить, а только богатые люди, которые могли себе сделать собственный генератор и обеспечить свой дом и какой-то малый радиус вокруг себя энергии беспроводной. Вот такие существовали на домах отдельные комнаты, которые как бы нависали типа эркера и выполняли функцию раздачи энергии. Очередное здание с таким вот куполом, даже вот такой. Это все в Москве. Так вот, перед вами картина Васнецова богатырей. Мы видим здесь на головах вот эти знаменитые шлемы богатырей. Вот к чему я это и говорил, что возможно, что вот эти шлемы были не просто какие-то так скажем шапки защищающие от стрел, от меча. Естественно, они были связаны в этой системе. Они выполняли какие-то функции нам сейчас неведомые. Может быть ментальную какая-то связь, может быть именно энергетическая тоже связь. Вот к чему я все это говорю. значит еще некоторые купола были похожи например на китайские шлемы как вот здесь мы видим или вот тут даже чем-то напоминает виману или НЛО пирамидка здесь тоже видим или вот такой вот купол то есть они были совершенно разных видов и скорее всего принцип действия у них был схож но возможно чем-то и отличался а некоторые купола были похожи на шляпу волшебника или волшебницы вот сейчас вы видите один из таких с шариком наверху опять же есть фильм называется сумерки богов одного из Валерия Рассен он у него так и называется купольные генераторы он показывает некоторые из этих куполов и считает что сейчас они тоже могли бы действовать если бы не поставили блокирующие кольца в данный момент вы можете наблюдать именно такое блокирующее кольцо скорее всего здесь есть устройство здесь все работает но оно не действует из-за этого блокиратора то есть о чем это я говорю что те силы которые лишили нас всех этих технологий они не дремнут они действуют до сих пор и следят за всем чтобы это чтобы людей что называется все время держать на финансово экономической игле чтобы все за все платили вот очередное такое же здание на углу опять же мы видим отдельное помещение с генератором похожим на шляпу волшебника и шариком здесь даже два типа такая шляпа волшебника и очередная пирамида урезанная естественно здесь еще один излучатель видит так называемые оградки еще одно здание это Москва гранатный переулок дом Федорова вот естественно все это сносили вот мы можем наблюдать такую картину да здесь уже идет советское время очередное купола и вот эти здания все потихоньку зачищали очередной дом с такой же вот теперь я хочу сказать опять про пирамиды какое назначение могли иметь именно эти например помещения располагающиеся в этих пирамидах если у дома есть крыша пирамида то там помещение чему они могли служить я например считаю я уже озвучил в этом фильме что это были своеобразные бесплатные собственные лечебницы человек туда приходил если вдруг получалось недомогание по какой-то болезни и просто находясь там и залечивались раны затягивались и становилось лучше и просто человек излечивался поэтому на многих домах мы видим располагаются как купол генератор так и пирамида служившая для разных целей например для сохранения продуктов всем известно что в пирамидах продукты могут сохранять сохраняться не гнить а ну может быть немного усыхать известно что продукты например овощи там даже становятся лучше по вкусу и по качеству это уже замечено многими то есть даже в советское время все эти эксперименты проводились нет для кого это не секрет и поэтому эти пирамиды так и использовались так теперь я покажу разные размеры пирамид это варварка улица она вообще богата всякими тайнами мы видим здесь разные палаты палата романовых впереди совершенно разных размеров даже на так называемых трубах хотя это скорее всего не трубы а просто вытяжки какие-то это английский двор и сама крыша урезана пирамида еще и малые пирамиды теперь я хочу затронуть тему так называемых колываны что это такое так а ну сейчас еще добавлю вот есть такой канал нашей соратницы Ольга Про она выпустила фильм уже давно про Стамбул про Ая София она заметила что это этот храм имеет тоже непонятную конструкцию да это то о чем я уже говорил пирамидальность во всем вот вы можете видеть это современная фотография что сохраняются даже какие-то детали именно пирамидальности например вот на этой фотографии это фрагменты ее фильма вот эти стены да все это похоже на то что скорее всего раньше были пирамиды которые потом какой-то причине непонятно какими властями были перестроены вот в такие вот например мусульманский храм или еще какой также я хочу заметить что есть одна из планов Иерусалима где мы можем наблюдать что вот этот храм Соломонов выглядит тоже как пирамида многоступенчатая вот я почему-то сейчас не могу про колываны найти извините что так все скомкано сейчас я постараюсь все это обнаружить и вам показать на хорошо я нашел вот есть такой сайт один из сайтов статья называется староверы об истории Сибири из первых рук очень много информации и одна из них посвященная тому что я хотел вам сказать колываны существовали у наших великих предков волхвы сильные могучие волхвы которые могли творить великие дела одно из назначений что они делали они могли создавать особые дома особые так скажем сооружения которые назывались колываны они выбирали это место опять же видимо как место силы они его строили с помощью заклинаний волхвований и после этого получалось особое здание например чем оно служило вот я зачитаю небольшую цитатку это очень связано с войной святилище сооружений из бревен в особых местах внутри которых снаружи были места где сушили для походов провиант раскладывали раненых в бою воинов для восстановления в каких именно местах знали только особо люди ну колдуны волхвы то есть чем это опять же вот эти колываны служили заживлению ран больных и раненых в войне а также для хранения продуктов также существовали там живые и мертвые места живая мертвая вода все это не сказки все это реальности эти колываны даже то есть воспоминания до сих пор есть у людях передается из уста уста рылись колодцы некоторые становились с мертвой водой другие с живой водой к чему я все это говорю я меня заинтересовало а как же могли выглядеть эти колываны мое предположение они могли выглядеть именно как пирамиды всем известные фотографии всем известные фотографии например скользкого полуострова где очень много таких пирамид да с других мест например в горной шоре можно найти разрушенные пирамиды громадные и целая пирамида о которой говорит Георгий Сидоров но правда к сожалению он не показывает их в своих фильмах вот мною были проделаны некоторые эксперименты я могу засвидетельствовать что пирамиды работают вот и они действуют они действительно действуют здесь я хотел вам показать так секундочку меня почему-то тормозит все здесь я вам хотел показать вот что еще есть такой ученый который построил у себя на даче пирамиду он говорит что я там храню мясные продукты и овощи лучше становятся и даже говорит что он там молодость приобретает опять же возвращаясь к нашим колыванам опять же по рассказам вот этих наших староверов которых я считаю наследников ведической цивилизации и они видимо много скрывают потому что боятся это преподносить всему миру чтобы эти знания были сохранены внутри их организации внутри как бы их круга я их могу понять вот одна из так а что извините у меня мысль ушла я о чем сейчас говорил ты говорил про староверов которые ты понимаешь почему они сохраняют свои предания знания ведические ладно сейчас я к этому вернусь ну вот еще хочу заметить про эти пирамиды сейчас я вспомню о чем хотел сказать что скорее всего колываны могли выглядеть именно как пирамиды на картине художника вот напомните да кто у нас ведические художники Всеволод Иванов да по-моему есть такой да вот он пишет вот эти картины да и изображает именно там множество пирамид наравне с деревянным зоцистом очень красиво я предполагаю что именно эти эти сооружения там и изображены то есть наши великие предки использовали их постоянно и естественно эти пирамиды окружают те места которые вокруг Кольского полуострова вокруг Гренландии то есть на тех местах где существовала Ракторусь они все использовались как бы по тем же назначениям и энергия добыча энергии да и например излечение раненых вот такие вот места есть непонятные вот такие есть сохранились непонятные Пети где опять же с помощью заклинаний выковывалось необычное оружие все это было все это существовало так ну что я наверное могу пока сделать перерыв собраться с мыслями и что-то еще добавить я думаю что еще будет у нас раунд переговоров когда мы будем зачитывать вопросы и друг другу какие-то может быть уточняющие вопросы задавать поэтому да у тебя есть возможность собраться силами духом и мыслями а я хочу предложить продолжить наш эфир телемост Анне Никифоровой Анна ты с нами? да я здесь тогда начинай слышно меня хорошо? да 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 давай ага тогда включаю презентацию экрана да сейчас презентацию презентацию видно хорошо? да видно 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 читаем читаем рассказываем повествуем делимся обращаем внимание на фотографии на все что вы видите все интересно ваше мнение тоже очень интересно потому что вместе мы придем к чему-то новому свету подвинь пожалуйста вправо черное окошко где вот мое изображение чтобы оно не перекрывало презентацию чуть правее убери его вообще чтобы ничего не мешало дикий или запад наследие предков архитектуре колорадо небраски и айвом она по-английски айова по-русски айова вот что вы видите да на картинке такой домик неказистый повалился на сторону на самом деле то что уже Юрий сонько показали то что я сейчас вам покажу это конечно будет совсем другой образ и совершенно несоответственно потому что мы увидим фильмы о диком западе и знаем об истории США кстати если кому-то интересно почитать про так секундочку кто не говорит выключите пожалуйста микрофоны свои а то слышны охи вздохи и прочее пожалуйста продолжай если интересно кому-то почитать про историю западного побережья США с нашей точки зрения с точки зрения России Руси есть такая книга хорошая могу рекомендовать Едрихин или Ван Дамм он известен так же как Едрихин Ван Дамм наше положение написано в начале 20 века и там написано как осваивалась Америка с точки зрения нас а не с точки зрения как нам это сейчас показывают продолжаем значит штат колорадо начнем со штата колорадо или я вот тут словочкой показываю может быть это пола рода интерпретация такая значит называется это место амфитеатр находится в скалистых горах недалеко от города Денвер Red Rocks и по-английски ранее что интересно это место было известно как сад ангелов а затем стало известно как сад титанов сегодня это амфитеатр вот здесь вы видите не очень четкая фотография но тем не менее пусто она ночью сделана здесь очень часто проходят концерты на свежем воздухе и очень часто именно рок-концерты вот мое такое предупреждение да рекомендация не ходите на такие концерты пожалуйста потому что там энергия такая может загулять что не покажется неизвестно как это скажется на вашем здоровье даже если вы там просто сами по себе не гуляете она не всем подходит она может не подходить его подбираться очень осторожно с такими местами где очевидно гуляет и может концентрироваться большое количество энергии поэтому осторожно вот это место да это амфитеатр более старая фотография с другого ракурса придите внимание да какие тут башенки да для входа вот и состоит эта композиция из двух камней один из них называется камень преткновения другой по-моему камень создания что интересно да как эти названия сохранились вот вид с воздуха и еще одна фотография этого же места с воздуха вид с воздуха то есть это такой природный амфитеатр и здесь сейчас проходят повторюсь концерты летом регулярно очень красивое место но как его используют конечно сейчас это самое наверное правильное применение таких мест наверное другое интересное другой интересный объект тоже в штате Колорадо город Денберт и капитолий штата посмотрите да на те же самые купола башенки округлые окна все что говорили Ольга Юрий Евгений вы все это здесь видите узнаваемые все формы колонны все приятные нам давно знакомые образы но конечно гораздо массивнее эти здания я видела несколько капитолий своими глазами они гигантские они просто гигантские они не построены для человека современного роста это просто какие-то потолки я не знаю там наверное метр 7 очень высокие это просто массивнейшие здания вот близкий купол он золотой тоже да многие понимания наши золотые купола Москва Москва золотоглава вот там пожалуйста город Денберт многоярус да посмотрите ярус многофронтон купола и сверху такая сфера то есть все знакомые опять же для нас украшения близкие нашему сердцу следующий штат я не буду очень подробно говорить потому что здесь такие фотографии вы сами для себя делаете будет интересно я делаю свои какие-то ближе к концу а вы наслаждайтесь фотографиями штат айова или айова вы знаете да что он пишется через ай о а можно по-другому прочитать ио то есть йо йо это например йога да вы знаете яйцо йо это то что у нас больше произносится как жи жизнь отсюда то есть айова может быть она ржива одна из версий моих у вас какие-то варианты предлагайте вот капиталии капиталии прошу прощения штата айов город другой здесь мы увидим тоже купола вот посмотрите да золотые фронтоны окна вот эти закругленные и тоже огромное массивное здание впечатляет и шпили сверху да некоторые даже несколько куполов и все они увенчаны шпилями и такими сферами то есть узнаваемые всем и символика и лепнина и формы да знакомая нам архитектура опять же массивное здание я сама там была вот эта фотография которая мной лично сделана посмотрите какая какие украшения да то есть все это конечно очень впечатляет и внутри и снаружи прекрасная красота вот это сверху я сфотографировала купол ну то что там серединке да этот флаг конечно это не совсем уместно да нам теперь кажется имея все знания которые мы вот сегодня с вами сейчас получаем может быть у вас какие-то да свои есть и наблюдения то есть как-то этот флаг хочется замазать убрать нет это прямо вот этот купол да сверху а прямо под ним и внутрь уходит такой вот круг и сколько вот в этом здании уровней неизвестно сколько что там вниз уходят уровни все вот эти уровни они соединены таким кругом и он стеклянный полупрозрачный очень интересно и я в центр пробовала вставать в центре сфотографировала конечно необычные ощущения вот и гуляла по всему этому зданию там конечно украшения на всех деталях на все что вот есть в этом здании мельчайшие какие-то все мельчайшие детали подробности украшено разрисовано выделка ну это конечно невозможно сделать за те годы которые отдаются что официально все это делалось ну это это не 20 век и это вот учитывая те технологии которыми мы там владеем да якобы вот сейчас ну невозможно это все не вписывается не рисуется понимаете если с точки зрения вот чисто научно посмотреть ну это невозможно сделать мне кажется тут надо просто целыми днями как нам говорят да пирамиды строили дробуй там веками еще не родился фараона для него уже гробницу строят ну вот из этой же сели что-то не так вот это внутри библиотека винтовая лестница красиво украшенная библиотека конечно она такая уютная деревянная вся она вся деревянная она такая замечательное место я очень люблю библиотеки потому что с плитами связано это все конечно деревянное внутри шокирует красиво очень дальше это тоже штате айован есть парк называется дагиот дагиот это подобный земле и вот этот мост он построен из якобы 1933 год вот он построен из того что найдено на раскопках там такие ракушки камни окаменелости очень красивых разных цветов формы вот из них сделан мост такое ощущение что мы где-то в Шотландии в Англии да в Европе но никак не уходим теперь штат Небраска где я проживаю сейчас город Томахан это на другом конце штата штат сам если вы обратите внимание он как будто он Неброски на самом деле потому что если мы посмотрим на этот штат там еще особенно нечего смотреть и те кто в штаты ездит турист они это место не заезжают сюда потому что действительно штат Небраски ничего не заезжает такого нет но вот есть такое место и оно знаете как вот из природных заповедников на первом месте везде значится и оно чуть ли не единственное называется Чемнирок или скала вернее скала домоотвод то есть Чемни это такой домоотвод домовая труба или еще можно название котелок или расщелина то есть все названия обращайте на них внимание на что они такие интерпретации горит и вот понимаете везде плоско все нет никаких гор и тут одна такая завершается махина откуда как зачем очень много вопросов возникает вот если обратите внимание на слово когда оно появилось в 13-14 веках от французского от позднего латинского вот эти все названия даются камин и так далее каменатом вообще как испанский каменат вообще гулять прогуливаться ходить поток а как же русский камень а как же кам у нас никак такая камня есть а как камать по-русски идти ну и камасудра тоже да вы подумайте над всеми этими вопросами вот то есть русский язык здесь вообще никак не понимают что еще здесь есть у нас в Небраске кроме Ченгерок отвода есть группа зданий старого кампуса вот на штате на сайте университета у них и сохранились фотографии того как раньше был кампус вот и было здесь раньше такое здание особня Джона Редика называется он был построен не Джоном Редиком Джон Редик это такой был меценат и бизнесмен он купил его впоследствии значит построен вот в конце 19 века впоследствии он использовался для кампусе как одно из зданий где проходило обучение затем его перевезли куда-то на север США и там он не сохранился и сгорел потому что он деревянный вот насчет того почему он сгорел неизвестно да может быть так же как вы только все время напоминали грозы изменилась атмосфера эти грозы более сильные мощные и вот этот купол сверху да и шпиль совсем иначе работает в других условиях атмосферных и возможно у нас причина почему он сгорел а может быть пожар был ну в общем неизвестно можно это только гадать но я честно говоря не сторонница вот этих идей что нас там как-то специально блокируют еще что-то вот но каждый имеет право на свои мысли поэтому я вот последуюсь да вот этими всеми вопросами и наблюдениями необычно что она сохранилась очень красивая деревянная вот и действительно нам тоже все знакомо узнаваемо близко сердцу красивые такие наши родные украшения как будто где-то из России да эти фотографии вот из книжки да какой-то старой со сказками детскими которые мы с детства читали еще одно из старого университета назывался зал саратога вот зал то есть где обычно проходила вот также шпиль вот он да там фронтон вот посмотрите и совершенно конечно не вписывается вот остальное видите что нет ничего деревья и сейчас тоже в общем-то особо если мы посмотрим на омку на брас в принципе вообще тут каких-то особо зданий не очень много некоторые из них выделяются понимаете особо они из другого времени из другой эпохи культуры то есть совсем здание было сносено очень многие здания были сносены очень много церквей которые тоже фотографии сохранились они все со шпилями и в основном сгорели и очень многие пригрозы кстати что интересно теперь капитолий штат небрас посмотрите тоже это огромная гигантская махина опять же там шпиль шпиль он соединен со скульптурой которая на самой вершине так это поближе купол украшен вот он как украшен там фигура скульптура и также посмотрите орлы другая символика то есть все это опять же узнаваем это тоже как-то неосыдно вот это небольшой такой бонус из фотографий сейчас было просто несколько фотографий небольшой комментарий и я передвожу исключением это называется каменное избояние ворота в горной парке Денвера и с противоположной стороны дороги еще видят и ворота смотрите каждый камешек подобран да как смотрите тоже такой круглой каждый камешек отдельно как будто видится для этих ворот это арка в центре ворота достроена вот прямо официальное описание достроена в 1787 году а когда начался репеста вопрос возникает да и тоже видно тут разные вкладки решения конечно вот тоже она очень сильно вырывается из общего архитектурного ряда ну что он этот общий дел кто ее поставил да как будто взял какой-то великан пришел и сверху поставил в общую массу не в роскости бывшее здание банка Волохин вот она теперь фотография слева старая фотография справа как она сейчас выглядит да посмотрите современное здание да зеркальное это современное здание совершенно никак написано необычное вот это также штате Айвы шахты посмотрите какие они да шахты шахты Испании называются mine of Spain просто с разных ракурсов как будто там даже посмотрите чудейного суда образы даже взглядом не особо разбирающихся человека и эти веки здесь тоже ну теперь какие выводы посмотрели мы эти фотографии какие возникают вопросы много всяких вопросов но самое главное что нам все это дает что вопросы можно долго задавать вот первое да совершенно ясно что не писывается все это в общем архитектурный природный фон то есть эти фотографии которые я показала есть еще другие но что-то вот у них необычно они не из мира сего да многие из них очень близки к природе как будто из вояне часть природы вырываются из природы тянутся к природе а некоторые это узнаваемые тоже для нас формы они как будто наши славянские ведические но они конечно такие в кавычках были цивилизованы следующее очень многие из них исчезли не сохранились были видоизменены перестроены какие-то сгорели какие-то разрушены что-то нам что-то не сохранилось в памяти мы не замечаем да много из этого тоже да вот на это стоит обратить внимание что разрушило время пожар гроза мое мнение что мозг по-другому работает не то чтобы какая-то информация стерта или забыта или устранена или нас не допускают у нас мозг в другом работает и эта информация она нам просто вот как если мы радио включаем и на ту волну подключаемся и нам просто этого для нас нет понимаете вот а если мы на нужную волну настроимся то оно снова для нас появится и станет ясным непонятным третье стоит обращать внимание на названия да вот какие названия чейнерок да вот котелок да как будто мы варим какую-то энергию перевариваем усваиваем или вот сад ангелов и титанов да то есть когда-то мы были ангелами и титанами да вот наверное где ключ мы сами ангелы и титаны вот мы свои мысли не надо какой-то технологии мне кажется искать вовне разгадывать да физики химики они все бьются бьются и они не там ищут может быть действительно не там ищут не вовне надо искать для нас внутри вот как Ольга все время сказали наши внутренние фракталы мы сами в себе это все содержим мы с вами мысли все это можем делать и чем наша мысль чище чем наша вибрация чище тем ближе нам все тем яснее нам все это самое что интересное что чем выше чище и сильнее наша мысль тем больше мы понимаем что чем дальше мы от природы чем больше мы цивилизованы тем больше грязи появляется больше появляются потребности тем больше нам всей этой энергии надо 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 вот и у меня честно говоря при нахождении в этих местах многих из них особенно возникает очень неприятное грязное чувство что как будто когда это строилось была такая непрернеправедная мысль или она может быть потом впоследствии заложена по курок нам что и надо грести под себя и брать все больше и больше такие махины строить каких целей впечатление какое-то производить на других устрашать энергию какую-то скачивать и перенаправлять зачем все это в природе так все есть может вам солнышко пожалуйста воды вам нужны чисто родники помыться нужно родники реки моря океаны кушать захотели пожалуйста солнышко витамин D нам солнце дает деревья растут все эти плоды чудесные выращивайте наслаждайтесь любите все это есть вот но каждый раз когда мы понимаете вот человек он для чего создан для того чтобы создавать сам свою реальность и когда мы пытаемся создавать чью-то чужую реальность выходить за пределы своей реальности как-то менять природу живое убивать уничтожать нам дают шелчок по носу убирайте свободу со своей цивилизации и может быть эти здания остатки которые сохранились и энергии которые в них летают это нам как урок довольствуйтесь небольшим малым любите несите свет пытайтесь создавать а не уничтожать и переделывать то есть мне кажется все эти знания они все вся вот эта информация все эти технологии они есть они в нас они никуда не девались не скрыты ничего это просто наши передатчики и наши приемники не на тех волнах работают порушились может быть это действительно отчасти глушит чтобы такие капризные дети растущие не гребли под себя не обижали соседей по песочнице может быть сами мы настолько забрезнились далеко ушли от природы что больше нам недоступно мне такие мысли приходят я считаю что сила она внутри нас и мы сами все можем просто надо знать предел и работать только на своей реальности любить свой мир и нести в него добро и не пытаться грести от себя и все и менять чужие миры и чужие реальности хорошо это мои такие рассуждения а вы когда смотрите на эти фото какие у вас возникают идеи благодарю за внимание делитесь своими мнениями спасибо благодарю благодарю тебе за доклад и попрошу подключиться к нам Виктора я включаю демонстрацию экрана еще раз попробую видно экран я просто хотел обратить внимание всех что главные сооружения и загадки мира как пирамиды они идентичны по всему миру их технологии строительства внутренней и строители и зная это что они расположены на силовых точках земли можно находить то что еще не открыто потому что цивилизация прошлого была единая вот благодаря этому я например нашел пирамиды дальнего востока россии которые еще на карте келера 16 века есть потом они пропадают и вот мы их нашли в 21 веке вот это чукотский автономный округ пирамиды тартарий которые находятся целой долиной чукотского автономного округа россии вот это долина пирамид фотографии уже из нее просто чтобы люди знали что он найден и такие комплексы нужно находить по всему миру вот эта ступенчатая пирамида одна другая то есть нужно искать восстанавливать полную картину мира действительно снимать ограничения внутри себя вот эти ровные плоскости этих пирамид с этой долины вот это она выглядит так из космоса где видны крепости звезды и одинокие пирамиды и целые группы пирамид я это к чему потому что именно энергию пирамид использовали древние вот это виден этот поток который потом использовался и для энергии и для передачи информации для лечения для хранения продуктов для множества находки из Египта где все видно что используется энергия это же пример именно комплекса пирамид из Мексики а вверху компьютерная материнская плата приведена здесь мы видим что древние не мелочились а использовали возможности всей земли как огромного компьютера тире энергоинформационной структуры вот опять же мы видим Египет где идет настройка на определенные волны для передачи информации идет потом передача информации то есть люди используют энергию этих структур мегалитических для именно связи опять же обратите внимание на эта картина пирамиды Египта 16 века где эта архитектура в Египте сейчас и египтяне белобрызые светлой кожи как и по всему миру строители пирамид но сам факт что мы должны видеть прошлое для того чтобы иметь свое будущее им управлять обратите внимание пирамиды Египта Америки Китая они все ориентированы на основные на пояс Ориона например эти основные пирамиды что нам еще раз доказывает что древние использовали связь и по земле и сверхдальную связь как раз со звездами со своими скажем так более высокоразвитыми друзьями родственниками об этом нам говорят многочисленные сказки где мы видим использование зеркал которые мы называем современные айфоны и опять же используется яблочко и серебряное блюдечко а на самом деле просто передача и прием информации при помощи так называемых волшебных зеркал в сказках вот они опять же Египет Киев то есть по всему миру расположены вот это проекционные эти экраны в определенных условиях показывают проекцию с другой стороны этих зеркал то есть это проекционные экраны прошлого а вот ответ к предыдущим докладчикам это Атлас Валларда перед нами Северная Америка ее южная часть вот этот это только 16 век и европейцы находят там огромный город на воде который построен по принципу хитов то есть по принципу архитектуры которые все показывали по всему миру они вот этот двуглавый орел который там присутствует это архитектура если к ней присмотреться она как Кремль того времени который вроде бы итальянцы строили а если присмотреться еще больше мы видим опять же эти символы где на башнях присутствуют приемные антенны приемные антенны те же самые тот же 16 век это Моголы на полуострове Индостан вот эти приемные антенны те же самые вот эта архитектура предки нам оставили сведения что выше 18 метров лучше не строить жилые помещения потому что там энергия другая а лучше принимать как раз энергии земли и использовать их это тоже наш чудом сохранившийся крест прошлого который я считаю всего лишь был приемной антенны вот такие теремамы тоже забыли где есть подобные приемники были еще недавно 300 400 лет тому назад это мы видим дом Дмитрия Царевича в Угличе опять же нет ни крестов есть антенна и на домах и на сооружениях так называемых где должен быть свет почему они священники они должны нести свет а вот приемники это объемные различные из Африки тоже это опять же Египет опять мы видим объемные антенны различных форм и сейчас я даже покажу почему они вот это объемная антенна это Египет а вот эта схема это схема современного российского патента это патент по приему сбору энергии как раз земли атмосферного электричества вот они вывели самую лучшую форму для приема это энергии вот это тот же полумесяц что мы с вами видели а на самом деле часть приемной антенны и вот эти три решетки я раньше видел вот они на шапке Тамерлана он действительно могол то есть могучий могучий человек вот эти тоже символы на священниках которые должны были быть священниками нести свет людям вот эти три планки из этого патента по сбору атмосферного электричества где это башня типа колокольни а это как говорится купол приемник вот она и что они говорят что стойки должны быть выше 15 метров а оптимальная высота приемника 35-50 метров так этот патент существует сейчас вот он вам купол грубо говоря в разрезе без настроек и вот приемные антенны для получения энергии именно атмосферной мне очень нравится вот эта фотография когда здесь видно что вот колокольня она выше а энергия попадает прямо в центральный купол как говорится прямой сеанс связи энергетической передачи а как Евгений Макаров в своих видео показывал если есть передача энергии то можно передавать сообщения звук и другую информацию и обратите внимание рядом с большими объемами воды или наземными или подземными и здесь же в этом патенте объясняется как происходит циркуляция токов как их можно получать снимать а мы это видим в прошлом эти купола действительно они накопители энергии и так во всему миру эти шпили они не просто приемники они накопители передатчики приемники и так было на протяжении тысячелетий столетий они здесь собирали раздавали на местность на дома и принимали от пирамид вот эта карта Генри Авертона 1730 год где показано 44 светильника которые светят в храме день и ночь ни про какое масло ни слова не сказано сказано что они светят день и ночь и на эти диковины приходят смотреть люди мне лично больше нравится вот эта фотография когда Франция Новый год 1745 год тысячи вроде бы свечей нет никакого отопления а люди легко одеты в зиму даже европейскую нет копоти на потолке почему-то попробуйте тысячи свечей сжечь постоянно никто не объясняет как это все отапливалось обогревалось и освещалось если атмосферным электричеством тогда все понятно бесплатно просто и легко вот еще та же фотография а про опять же Америку дело в том что в 17 веке произошла катастрофа она была рукотворной вот вам опять же это именно Перуния это район Южной Америки и город засыпанный и храм русский Арий вот он Росарио это остатки опять же купола опять же колокольни опять тот же единый архитектурный стиль вот он изнутри этот Росарио единственный остался храм весь город смыло и засыпало и рядом с ним Аркона про Ленинаска вы все знаете а про Аркону которая находится рядом в ряде и поэтому вас уже не должно удивлять когда Валар в начале 16 века вроде бы после недавнего открытия Америки в Канаде встречает бородатых светловолосых индейцев вот они вблизи этих индейцев там было множество вот это картинки уже из 18 века когда идет перерисовка тех кто там живет вот еще одна картинка из Маянского храма как немножко пытаются принести в жертву светловолосого голубоглазого человека опять эти картинки 19 века которые показывают и перерисовки и предыдущие как поколения жили то есть они перерисовываются с более старых картинах и мы видим что индейцы почему-то светлокожие одеты очень дорого скажем так совершенно они имеют золотые украшения и действительно они дети и женщины и мужчины богодатые светлокожие то есть та часть нашей нашего прошлого единого забытого опять же это все спирунии патагонии то есть это все южная америка северная америка и вот таких про таких индейцев нам не рассказывают они присутствуют в 16 17 18 19 веках опять же мировая карта 1550 года это самый юг южной америки там мало того что гигант так он еще светловолосый его жена как я уже показывал в гигантах опять же в перу бегают эти гиганты они множестве найдены во всех временных эпохах нам закрыли эту часть закрыли эту часть нашего прошлого когда индейцы были совершенно другие светлокожие голубоглазые посмотрите как их рисуют какие у них совершенные одежды золотые украшения вот эти золотые маски перу голубоглазые зеленоглазые бородами почему я это упоминаю потому что вы все знаете что скифское золото распространено по всей земле вот опять же эта вырезка из карты начала 19 века Колумба встречают индейцы с совершенными золотыми украшениями посмотрите что они преподносят не самородки а вот это очень похоже на часы смотрите какое качество этого изделия оно скифское золото и вот эти крепости звезды это и есть скиты это не крепости просто звезды энергетические установки защитные это и есть скит потому что скит это простая связка жердей прутьев которые просто из леса привезли и поставили когда делается ряд такой связок это и есть скит защищенное поселение диких зверей если надо укреплять его ставится второй ряд связок засыпается все землей образуется сарок потом он обкладывается может кирпичом быть обложен то есть это и есть скиты скиты или скифы на всех картах древности все такие образования названы именно скитами не скифами а скитами ну пускай скифы в них живут но это скиты по всему миру вот это и есть защищенные поселения то же самое нас объединяет и прообразы пирамид это и маунды называют в Америке а мы называем просто курганами вот пожалуйста американские курганы а это курганы пятигорья ну чем они отличаются да ничем нужно проводить сравнительные генетические анализы все покажется потому что и строители пирамид и сооружения энергетические вот опять же это пятигорья огромное количество нас объединяет а что нам закрыли нам закрыли что раньше на Дальнем Востоке каких-то 350-400 лет назад и была развитая цивилизация она занимала Дальний Восток вот это опять же карта Келлера она занимала китайцы рядом тоже были самый большой город мира был в Китае находился вот это название опять же Западная Индия суть Америка или Перу а я перевожу как Перуни именем Перуна посмотрите именно не с Атлантического океана а с Тихого океана сколько здесь городов потому что с Дальнего Востока России на кораблях легче всего передвигаться именно с Тихого океана вот и был Тихий океан более развит посмотрите обратите внимание на корабль на нем Андреевский флаг это 1570 год Артелюс Абрахам он и был раньше только у моголов у тартар только они были белые настоящие вот это Перуни вот она сколько городов здесь городов обозначено больше чем в Европе вот она все Тихоокеанское побережье развито а это было ну скажем так более-менее захолустье именно Атлантическое побережье куда и приплыли европейцы вот опять эта карта 1600 года на ней написано Перуния это матерца карта то есть опять же карты 16 века где показано что Южная Америка и Асия управляется единым управлением а вот эти зеленые территории Африка Северная Америка так это свободные города ну действительно свободные Соединенные Штаты так получается что в прошлом территориальная единица была штат почему я говорил обратите внимание на города здесь в Европе показано с десяток крупных городов а в Южной Америке их 20 в Северной тоже штук 20 то есть намного больше Европа это просто какое-то захолустье по тем временам и мир един и поэтому когда мы находили настоящих белых моголов тартар и говорили что Тартарская империя как раз наследница Стифи так это по всему миру то есть используется энергия технологии люди ее носители во всех сооружениях от пирамид до бытовых фактически до городов почему и остались остатки единой архитектуры которая частично была восстановлена частично откопана поэтому надо знать свое прошлое единое для того чтобы понимать что многие кто сейчас попал в Америку в Канаду они просто вернулись на свою историческую родину и мы действительно должны объединяться на именно на основах здравомыслия и использовать знания для того чтобы не повторить ошибок в прошлом но знания это и энергетические истории и по всем остальным направлениям Алексей ты закончил я думаю я думаю да хорошо давайте переходим ко второй части нашего сегодняшнего телемоста затянули немножко думаю по 30 минут каждый выскажется но как есть я предлагаю если есть какие-то вопросы участников вы можете друг с другом задать по одному вопросу вот к примеру можно сейчас Юрий и Ольга могут к примеру задать вопрос Анне могут Евгению задать Виктору по одному вопросу если вдруг такие имеются есть такие у вас нет пока не имеется хорошо Евгений я бы хотел я бы хотел добавить то что я как бы упустил да мысль ушла и немножко еще рассказать если это есть и на это время давай с демонстрацией вопросы конечно же будут вот ну во первых я хотел сказать про староверов да у меня мысль просто ушла что они являются хранителями знаний именно ведических знаний когда говорят староверы старобрядцы я вижу я вижу только знак знак равно я не могу понять в чем между ними разница многие мне пишут что это так и есть другие почему-то мне пишут что это не так но все-таки больше указывает на то что они что-то утаивают а возможно многие из них просто этого не знают считая себя просто христианами это что я хотел добавить по этому поводу вот у меня мысль ушла да теперь теперь я хочу добавить про те самые решетки на так называемая ограда на крыше с демонстрацией видно хорошо да вполне вполне хорошо видно вот один из домов он деревянный опять же пирамидальная крыша с характерной особенностью антенна много там каких-то этих яблочек да и вот одна из таких решеток пока я буду их просто показывать вот это я уже показывал потом скажу к чему я все это показываю вот это вот картина введения во храм Богородицы один из храмов показан именно храм Иерусалимский выглядит почему-то по-другому да и здесь ограда имеющая симметричный рисунок это мост через сену издание вдали мы можем наблюдать что эта решетка идет с некоторыми перерывами и на концах непонятные антенны но я уже не говорю про сами вот эти вот упала да вот этот конус с антенной вдали видны даже вот эти шпили тут все во множестве конусные антенны купола вот это фотография с выставки всемирной выставки одной из их в 19 веке проводилось большое количество видим обрамление крыши совершенно необычное что сверху что снизу симметричный рисунок фракталов вот это немножко в просветленном таком качестве вот это опять же фотографии с всемирной выставки перед нами не храм как может показаться это всего лишь павильон опять же и с куполами как у храма и вот с этой пирамидой но здесь я хочу обратить внимание на строение непонятное такое строение вот этих антенн с какой-то значит еще с неким устройством наверху мы их еще увидим это дом в Петербурге в лучшем качестве сейчас опять же видим пирамидальную крышу и вот эту оградочку с двумя антеннами даже на деревянных домах были такие устройства что очень меня конечно удивляет потому что когда думаешь про энергосистему почему-то представляешь металлоконструкцию но здесь мы видим деревянные конструкции и опять же рисунок фрактальный то же самое на доме в Москве можем увидеть разных типов пирамиды и такого и усеченного и закругленная как луковка и такая естественно с такой же оградкой даже на подъездах были такие устройства вот мы наблюдаем здесь некоторые из этих типов повторяющийся рисунок то есть обязательное соблюдение симметрии и последовательное соединение странный фонарь висящий просто так без проводов а нет это не фонарь это просто рисунок фонарь фонарь дальше на столбе перед вами стокгольмская башня вот я заметил сходство этой башни с четырехугольными так называемыми как я думаю средневековыми замками то есть скорее всего это все из одной опять же системы из одной цивилизации потом всех разделили кого-то назвали монастырями руси кого-то назвали средневековыми замками мы видим похожую конструкцию башни торы по углам ограда опять же видим здесь странный рисунок кубки и конечно же излучатели антенны опять же с непонятной штукой наверху вот это Самара Казанской улице очень красивое здание сами понимаете что это скорее всего здесь зодчество именно деревянное тут и вот именно наше русское зодчество так скажем опять непонятные вот эти оградки наверху но это я уже показывал еще существовали вот такие излучатели это я специально это все как бы в одну систему мы видим здесь спирали о которых нам говорили наши коллеги вот и непонятный мини купол вот посередине спирали теперь перейдем к спиралям а кстати хочу заметить что вот на этом на этой фотографии здесь видно что рисунок не просто рисунок вот этих фрактальных излучателей а именно с крестами в круге то есть это я когда стал проявлять я вот это заметил да казалось бы что делать таким вещам на обычном доме то есть это не не храм не церковь а просто обычный дом и еще можно заметить такую вот особенность что они всегда имеют антенны по углам как связующее звено это в Москве тоже антенна опять же видим здесь спираль похожие конструкции теперь я перехожу значит к следующей части я вот значит мне прислали вот такое видео называется узора чугунных оград орнаменты ковров батареи и резонаторы источников энергии беседа с Кушелевым кстати это один из тех который участвовал в изучении резонаторов так называемых резонаторов наномира я потом вам покажу о чем я говорю перед вами очередная такая вот деталь да как бы ограды на самом деле это излучатель мы можем заметить что здесь конструкция спиралевидная и непонятная перемычка она здесь не просто так эта палочка да как утверждает сам Кушелев вот эта система имеет даже на 5 порядков большую мощность чем у современного магнетрона то есть это излучатель при подаче на него сигнала происходит резонанс и добротность в 5 раз больше чем у современного магнетрона так теперь я перехожу к фильму который называется резонатор наномира это фильм 1994 года очень интересный да связан опять же с тем о чем я говорю по исследователям ученых которые занимались исследованием вот этих резонаторов эфирных они имеют очень схожесть большую схожесть с узорами орнаментами разных народов да бурятии коми например здесь я вижу что это символ же то есть живо вот такие вот напоминает ограду церкви или просто ограду хотя это так называемый трезубец Нептуна вот такая ограда кресты непонятные узоры которые напоминают эти ковры да вот такие вот узоры перед вами простейший двигатель так называемый электронный пропеллер выглядит как совершенно понятный на вид как православный храм купола с крестами при подаче на него значит излучание происходит движение вот этой системы то есть происходит это так называемый простейший двигатель вот тут показано что при поднесении щупа там электродуговая искра происходит и вот этот как бы купольный двигатель начинает движение вокруг ну то есть он подвешен вот такие вот системы похожие да перед вами один из генераторов резонаторов наномира в нем присутствует эфирное равновесие сил если нарушить с одной стороны это равновесие он начинает как бы отталкиваться от эфира и что мы тут видим во первых крест в круге во вторых всем нам известно символ крести опять же один из ведических знаков хорошо нам известно совпадение я так не думаю вот этот резонатор здесь показан опять же трезубец Нептуна выглядит как главка церкви добавим крест и получается вот он кстати в действии да характерная особенность при подключении шина заземления и при включении генератора излучения подачи сигнала на этот резонатор можно электронным щупом почувствовать что именно на концах конструкции больше напряжения происходит отсюда какой вывод хочу сделать но тут показано что вот видите получается такой купол церкви разные трезубцы Нептуна Шивы там Зевса всех подряд это все резонаторы наномира очевидное сходство или просто мы чего-то не знаем и отсюда я хочу сказать что теперь можно понять откуда эти орудия богов брали свою силу из того же эфирного мира просто мы не умеем этим пользоваться сейчас здесь мы можем увидеть звезду Давида на самом деле это не звезда Давида а звезда Велеса здесь мы можем увидеть свастичный символ опять же здесь купола все это если повернуть половину этого резонатора по оси то получится опять же вимана она тоже может передвигаться в воздушной среде все эти знаки архитектура храма даже вот такая архитектура сводчатая с колоннами сосудами это все тоже резонаторы так называемые резонаторы наномира вот перед вами один из типов резонаторов как бы вы думали что это может нам напоминать но я просто не буду я как бы из-за вас и отвечу сразу что это всем известные крепости звезды с бастионами стрелками то есть опять же это все из одной и той же серии а вот эта структура напоминает нам ковер-самолет который также может двигаться перемещаться в пространстве вот эти стрелки опять мы тут видим вот что я хотел сказать по поводу тех же самых оград что это все не просто узоры а именно резонаторы при подаче на них по беспроводному системе излучение происходит резонанс да происходит очередное возмущение эфирной среды и они также начинают излучать необходимую энергию в любом абсолютно в любом объеме вот что я собственно хотел добавить по поводу вот этих фрактальных антенн по поводу вот этих вот резонаторов замечательно задавать друг вопрос хорошо да по одному вопросу если есть вопросы какие-то к участникам то можешь задавать по одному вопросу каждому я хотел бы напомнить мне имена наших американских коллег Юрий Ольга Юрий Ольга и Анна еще у нас есть да и Анна тоже да у меня огромный к вам вопрос скажите пожалуйста а много ли еще зданий сохранилось в городах Америки Жень сохранилось достаточно много почему потому что мы очень много путешествуем и достаточно много но поскольку много новостроек они вот эти теплые живые здания между ними приютились но когда свое внимание на это направляешь это начинает проявляться и достаточно много причем на восточном побережье их больше потому что запад и юго-запад американского континента они тщательно зачищались там где была Грейт Тартария там была Великая Тартария поэтому я хочу сказать что и как мне кажется некоторые что здесь располагается в таких зданиях это Капитолий это различные религиозные организации станции телеграфы университеты вот наверное так а и сохранилось достаточно много то есть надежда еще есть что эти это наследие будет сохраняться и на наши для наших детей на последующие поколения что еще есть в этом плане американцы они очень они сохраняют все эти старинные здания это памятники архитектуры у них и они охраняются государством теперь охраняются я бы могла добавить потому что много что 50-е 60-е 70-е годы было уничтожено а сейчас они действительно сохраняются а вот вопрос много ли осталось я бы так ответила много если смотреть косым взглядом достаточное количество если смотреть обычным взглядом просветленного человека а если не смотреть то вообще не осталось если демонстрация еще идет да я просто буду рассказывать а я буду демонстрировать статью Александра это у хумуса взято это live journal Париж 50-е 60-е годы 19 века но можете дальше рассказывать а я буду показывать похожую архитектуру называют колониальной архитектурой купольной архитектурой и я вам скажу мне кажется очень многие здания мы были в таком городке называется Саратога Спрингс штат Нью-Йорк город небольшой и очень интересно знаете когда наступаете на тату чувствуешь что свет не электрический почему потому что я помню когда водила экскурсию по Красноярску у нас стоял и стоит до сих пор дом купца Годолова и описывал Чехов в своих произведениях он проезжал через Красноярск что вечером собирается толпа зева возле этого дома чтобы посмотреть как светится голубым светом лампочки в доме купца Годолова почему потому что если посмотреть на фотографии старое то там не видно проводов когда мы начали соотносить фотографии 17-го 18-го веков и вот современное пространство как будто купол неба закрыт проводами и то же самое мы увидели в Саратоге один дом он стоял как-то на окраине была такая купольная архитектура мы уже об этом говорили что именно универсальную энергию эфир собирает полусферы стопы луковицы шлемы и поэтому вот сложилось такое впечатление а шпиль как проводник вы знаете вот есть такая теория что если пирамида накапливает универсальную энергию то именно медный кабель он выводит с помощью медного кабеля выводится эта энергия за пределы поэтому вот такие шпили везде очень интересная очень интересная фотографиями потому что идентично все один стиль одна мысль одна идея вот насколько мы понимаем потому что мы сначала путешествовали по природным местам знаете как есть такое понимание что когда человек приходит с теми же идеями или в резонанс сходит с этим пространством все ведь есть энергия чистота вибрация то эти места активируются об этом еще Лена Ивановна писала в своей книге «Веспредельность» то же самое сегодня мы перевели свой взор на архитектурные сооружения сакральные все это действительно стоит в определенных точках планеты и новая решетка сознания Земли именно держится вот на природных объектах и на объектах архитектуры они стоят значимым точкой Земли потому что наши предки знали что мы выйдем на другой уровень сознания наступит галактическая ночь и для того чтобы вернуть на прежний уровень сознания была построена вокруг Земли сеть об этом хорошо пишет Карл Мук в своей книге «Кот» и вот именно эти объекты сакральной архитектуры и причем Женя вы это очень хорошо отметили и Виктор об этом говорил что происходят какие-то катаклизмы а эти здания которые имеют сакральную архитектуру они остаются они стоят потому что образуют электромагнитное поле вокруг себя совершенно другого качества и они просто как пси-защита не допускают то что могло бы их разрушить вот мы приводили храм стоит причем вы видели наверное в Севастополе он пережил две обороны мужская ипостась и женская когда энергии уравновешены вот тогда и начинают происходить чудеса друзья у нас еще есть вопросы из чатов так что вы очень долго не растекайтесь по древу мыслями еще можно Виктору задать вопрос от Евгения если есть конечно Виктору Виктор а ты проводил опыт с пирамидами Виктор пирамиды работают скажем так еще один человек подтверждает мы тоже подтверждаем у нас как раз работает дело в том что я хочу обратить ваше внимание на основное вы слово то услышите с которым все соглашают пи это что пи это письменность и знаменитое число пи это все оттуда же пи а письменность чего письменность ра а ра у славян же рамха ра это и есть тот поток который все ищут эфир его еще называют пи ты огонь это еще и огонь а ра это еще этот свет тоже огонь в какой-то мере да потому что это первозданный свет первозданный свет да я хочу добавить ну да да Виктор договори я просто расшифровку слова пирамида скажу и продолжайте то есть по-моему пи это как раз световая письменность первозданного света а ми это как дорами то есть определенную чистоту дающая почему и пирамиды разные получали разные частоты для разных целей их использовали поэтому и пирамида оттуда же и папиру па это охранная письменность русов то есть все четко ясно и понятно но я покажу только одну фотографию Евгений можешь пока убрать на секундочку чтобы вы поняли откуда это все потому что Юрий показывал все это обратите внимание это и есть вот она световая письменность видно экран да видно вы что то же самое потому что я эту световую письменность изучаю вот они эти образования световые то есть они использовали частоты световые они образы световые переносили в объемную письменность узелковую у нас до сих пор сохранилась красная строка вот эти красные зеленые синие вот эти основные цвета вибрации и звуковые и световые то есть все завязано на вибрациях света звука и вот это и есть этот первозданный эфир огонь то есть все наше все можно вспомнить и возобновить как и письменность целостную, объемную, многомерную. Вопрос только за тем, чтобы люди сняли ограничения, потому что в природе они уже сняты. Вы их показали, что ограничения сняты, люди только должны поменяться, и будет все прекрасно. Я завершу. Алексей, можно чуть-чуть дополнить? Виктор, огромное вам спасибо, потому что на одной волне, и Алексей Николаевич Дмитриев об этом очень хорошо пишет, и мы сами испытали, практиковали. Когда ты попадаешь в пятна, скажи, пожалуйста, эфира домена, или вот этого эфира, для меня это тоже первоначальный свет Инглии, то твой потенциал, который в тебе есть, он расширяется. Причем проводили такие на Алтае очень интересные эксперименты. Вот это в пирамиде как раз был такой очень интересный эффект. Проводили такие эксперименты, когда человек, попадая в какие-то особые места, сакральные места, священные места, и попадает в пятна эфира домена, что происходит? Происходит раскрытие его потенциала, происходит раскрытие родовой памяти. Причем мужские и женские энергии работают немножко иначе. Наши женские магнитные энергии, мы можем перемещаться в разное пространство, по оси Х, по горизонтали, а мужчины, попадая вот в такие пятна эфира домена, они могут по временной линии перемещаться, по разным временным линиям. Вот так собираем многомерность, открывая свою родовую память. Все, семья закончилась. Замечательно. Анна, ты можешь тоже поспрашивать по одному вопросу в разные стороны. Да, я хотела про пирамиду тоже добавить. Вот вообще женский половой орган, женская матка, она ведь тоже пирамида, и она очень хорошо работает. Она просто перевернутая пирамидка, но тоже она работает прекрасно. И про время, вот Ольга говорила, у меня вопрос ко всем участникам. А вот как вы считаете, время есть, вы его чувствуете? Потому что я вот его не особо чувствую. Оно как будто везде и всегда, а что прошлое, настоящее, будущее, это можно ведь вернуться, просмотреть, или в будущее перескочить, и можно сразу везде находиться. Как-то вот оно везде и всегда, а не так, что ушло, прошло, будет. Вот со мной это не очень работает. Будет, ушло, прошло, а для меня оно просто есть всегда и везде. А как у вас? Расскажите. Если рассматривать многомерность, я ощущаю время как энергию. Если мы говорим прошлое и будущее, это значит, мы находимся в среде, начинает работать наш ум. Но на разных уровнях сознания мы воспринимаем его по-разному. Вот сейчас, в моменте здесь и сейчас. Вот оно, время, да? Оно просто как поток энергии, я чувствую, протекает. Согласна, есть такое ощущение, как энергия всегда везде есть. Вот мы ее просто ловим. Я могу добавить, что время можно, как называется, что называется, запечатлеть. Был у нас интересный разговор с одним из участников беседы ВК. Почему-то мы разговорились, нас посчитали даже немножечко того, когда мы стали говорить, а вот как ты думаешь, что такое, что такое фотография? Я даже привел определение, сейчас я, правда, его уже не вспомню, что это как бы вырванная часть непрерывного потока времени. Фотография, да, сделанная с помощью, там, запечатленная на носителе. Поэтому, да, время я, например, ощущаю как некая река. Я не знаю, можно ли летать в прошлое или нет, пока что для меня это, все равно я включаю скептика, это фантастика, да. Возможно, что есть такие машины и устройства, когда можно переноситься и в будущее, и в прошлое, но река, которая течет постоянно, и что, что называется, в одну реку дважды не войти. Сейчас я один, через мгновение я уже другой. Хотя я вроде тот же самый, но время уже ушло. Для нас время ощущается так, как мы живем вот в этой среде физической, да, это одна из величин, поэтому я считаю, что это именно физическая величина, это сила, то есть есть даже предположение, что летательный аппарат такие, да, есть те же виманы, они тоже могли переноситься и во времени, да, что время можно использовать, именно как силу, как энергетический поток для каких-то нужд, например, для передвижения по планетам на большие расстояния или для изучения чего-то. Для меня время раньше, вот хочу вспомнить, советские годы ощущалось по одному, сейчас оно ускорилось, это заметили многие. Некоторые говорят, что это просто ты вырос, я говорю, это не так, потому что раньше я за какое-то время успевал гораздо больше сделать, нежели сейчас. Время ускорилось, то есть эта величина имеет, умеет стягиваться или расширяться, да, то есть или замедляться, или вот как в кино, можно замедлить, можно ускорить. Я думаю, что здесь это все действует, эти параметры. Вот мое мнение такое. Спасибо. Хорошо, Виктор. Давайте поступим так, как наши предки, прочитаем слева направо, а воспримем справа налево. Время в обратном прочтении читается как я, мера, восприятия. То есть это разное восприятие нами происходящих событий. У солнца оно одно, у человека другое, у комара третье. Но это мера восприятия окружающих событий. Но вот эти вот силовые точки там есть как раз и временные точки. И перемещение во времени, и ускорение, замедление времени, как показывал Евгений, староверы говорят. Старая информация. То есть все это возможно для тех, у кого другое восприятие. Хорошо. Хорошо. Ну и ты теперь, пожалуйста. Да. Я немножечко добавлю. Хорошо, что Виктор мне напомнил про староверов. Возвращаясь к тем же Колыванам, там были места, которые, опять же, были связаны со временем. Например, колдун говорит, вот камешек, принеси мне его. Человек бежал, да, приходил уже там дряхлым стариком. Потом говорит, хорошо, ты выполнил это задание, да, теперь сходи мне принеси из того колодца воды. он возвращался с кувшином воды, да, с водей воды, совершенно помолодевший и даже выглядящий намного лучше. То есть, эти места были настолько связаны, опять же, с той же структурой времени, что нам просто даже сейчас не понять, насколько это возможно и что это было такое. Если человек за секунду мог или состариться или наоборот помолодеть полностью. То есть, вот такое небольшое дополнение. Всё. Хорошо. Это связано с тем, что когда ты движешься в одну сторону в определённом месте ты стареешь, когда ты движешься в другую сторону в определённом месте ты молодеешь. Это примерно так же, как лететь на самолёте на запад или на восток. Вроде бы летишь, там ничего не меняется, но когда ты пролетаешь в нужное место, оказывается, там, сделай кружочек, оказывается, что у тебя ничего не изменилось, а там в другое время и другой день. Вот. А если мы это локализуем с точки зрения именно хитрого волшебного строения магии, могола, то в этом случае мы получим такие же мини-круги, только вокруг вот этих самых колыванов, о которых говоришь. Ладно, идем дальше. Виктор, ты можешь тоже задать кому-то вопросы или всем. Дело в том, что я как раз бы хотел спросить наших американских друзей. Вы видели, я думаю, кто и мои ролики смотрел и сейчас, что еще недавно в Америке, в Северной и Южной совершенно жило огромное количество и белых, так называемых коренных американцев. Вот вы, после того, как давно покинули родные места, это, я так понимаю, в основном Россия, вы чувствуете себя там, скажем так, как будто вы уже жили там в прошлых жизнях, что для вас это все равно родное, это не есть какое-то там чужое, неприватливое место, а как раз вас может позвала земля, на которой вы жили в прошлых жизнях. Вот это вопрос нашим американцам. Да, я отвечу, Виктор. Первый свой приезд, когда мы впервые прилетели в Америку, это после тяжелого перелета, казалось бы, мы из Красноярска, в один день получилось, что у нас получился перелет больше 16 часов. Сначала до Москвы мы летели 4 часа, потом и в Москве там пока до Нью-Йорка 9 часов. После усталости, вот когда мы вышли на землю уже, ощущение было, что как будто вернулся к себе домой. То есть, когда вот не из дома улетел, а как будто домой прилетел. То есть, ощущение странное было поначалу. И я долгое время не мог понять. А вот когда мы начали заниматься этой темой и открылись все вот эти вот пласты информации, этих знаний, стало понятно. Да, ребята, мы действительно, мы здесь будем считать у себя дома, потому что это тоже наш дом. А по большому счету вся земля наш дом. Так что нет никакой разницы. Это у Юры были такие ощущения. У меня были очень противоречивые ощущения. Я вам хочу сказать, я долго привыкала, потому что я не закрыла по-везему какую-то ту программу. Но когда я начала заниматься своим любимым делом, так сложились обстоятельства, да, и перебросила и сила небесная через океан, то я шла именно через места силы. И когда начали открываться места силы, ко мне, по-видимому, вернулась какая-то родовая память. Я поняла, что мне здесь просто надо выполнить, быть какое-то время и исполнить какое-то мое предназначение, истинное предназначение. Вот тогда эта земля у меня начала открываться, потому что ездили на карте, да, мы их находили, эти места силы, они открывались на второй и третий раз. Мы понимаем, что каждого человека ведут, и мы приезжали в определённое время. Обычно это было с четырёх до пяти часов. То есть мы понимали, что энергетически это время выстроено совершенно по-другому. И вот именно там мы впервые увидели эфирные домены. И насколько теперь я понимаю, что каждый человек — это проводник, и ты даже не знаешь, в каком месте ты можешь оказаться завтра, чтобы через себя прошли какие-то потоки энергии для активации каких-то мест. Я почувствовала это со временем. Я тоже могу ответить. Чувствую себя здесь как дома, когда на земле. А когда в городах мне там воняет, мне там холодно, и ветер дует, и там очень мне болезненно. А на земле, вот где подальше от городов, очень хорошо. Прямо ложишься на эту землю, и солнышко так светит сразу, и тепло, и уютно, и птички, и травка. Только прямо вот эта земля, она шепчет, я устала. Меня тут травят и не любят. И на земле здесь очень хорошо, как дома. Да, вот именно восприятие природы. Потому что, знаете, когда отключаешься от каких-то религиозных политических установок, то есть этих догмов тебе нет, это тяжело сбрасывать. И тебе открывается, сначала внутри тебе это открывается, потому что, если ты себе внутри это не открыл, ты во внешнем мире ничего не увидишь. И земля уже сегодня, все стихии тебе помогают это сделать. И знаете, иногда даже идешь, так вот едешь без устали, мы с людьми проезжали по 25 штатам, и я смотрю на строй, когда вот настроишь людей, в резонанс войдешь с землей, то 4-5 часов сна, причем людям, многим уже и было за 60, за 70 лет, они не чувствовали своего возраста. Они просто вышли на тропу своего предназначения, и это было замечательно. Ну что же, многое дают. Ну что ж, все вопросы друг другу позадавали, еще какие-то есть маленькие уточнения, чтобы прочесть какие-то реплики, которые во время эфира у нас появлялись в чатах? Я могу очень коротко, прям очень. Вот я бы, наверное, хотела все вопросы и все реплики, которые были сделаны после того, как доклады закончены, объединить следующим. наше тело и наш мозг – это наш главный инструмент и резонатор. Вот наш главный генератор, которым можно любые символы создавать, любые энергии, потоки переключать, любые вибрации настраивать и перенастраивать, и по-любому воспринимать время, и путешествовать, и возвращаться. То есть, может быть, искать, нужно перестать, а просто начать использовать то, что у нас есть, наше тело и наш, нашу голову, наш мозг. У меня вот такое дополнение, объединяющее все вместе. И главное, пирамида наша. Хорошо. Я от себя хочу еще Евгению так ответить, когда он показывал деревянное строение, на котором вверху тоже вот эти планочки типа антенн, но они не металлические, явно деревянные. Есть такой принцип подражательства, который известен в народах, во всех, и он до сих пор применяется. Когда человек опускается на низкий уровень осознанности мира, он подражает в своих делах кому-то, не понимая, зачем он их делает. В своих строениях подражает каким-то другим строениям, не понимая, как и для чего там что-то было устроено. И в этом случае это смотрится просто красиво. Вот та же самая деревянная вязь. Если вот там это была металлическая вязь, видно, что это антенны были. Если там вот эта перегородка наверху стояла металлическая, понятно, что это направляющее что-то было или отражающее, то здесь это просто как дань той моде, дань достатка, и просто люди подражали. Многие такие же элементы я встречаю в старых заброшенных деревнях, где вот так же конусом крыши сделаны, но понятно, что они не являются улавливателями энергии, вот именно электрической энергии, они другую энергию аккумулируют, но не электрическую, потому что, например, дранка или, может быть, шифер какой-то положен, с электричеством там не прокатят. А вот то, что вот эти конусы похожие а-ля пирамидки, особенно степные, которые домики наверху а-ля пирамидки, там другая энергия работает, и люди по-другому там в ней существуют. А вот эти вот элементы, которые деревянные, то они просто имитируют достаток, потому что ты уже сказал, что те люди, которые могли себе позволить строить вот такие красивые здания вот с такими конструкциями, куполами, направленными антеннами, вот они жили в достатке, и всех они были на виду, уважаемые люди. Ну и, естественно, раз они уважаемые, то в этом случае и уважали тот стиль, который они избрали, не понимая, что этот стиль означает и как он функционирует. То есть, в данном случае необходимо многие вещи списывать на подражательство. То есть, иногда колониальный стиль или какие-то вот похожие стили в зодчестве, например, в деревянном, они могут быть подражательством. Вот тут надо очень тонко подходить к этому вопросу и отличать, где источник, который перестоялся буре ураганы и который сохранил себе что-то, а где просто подражательство. И еще такой интересный момент. Однажды приехали в один монастырь действующий и там разговаривали с человеком, который занимается тем, что вот водит людей, показывает и как-то вот разговорились по поводу того, что вот железное вот идет с самого верха, внутри проходит такой здоровенный-здоровенный, ну, кабелем это не назовешь, металлический такой стержень прямо от самого купола, ну, пальца, наверное, три-четыре толщиной. Он говорит, ну, я не знаю, это так вот здесь было изначально, вот прямо из-под самого купола. Он говорит, ну, это еще ничего, это вот у нас так еще нормально, отопления в церквях что-то не было. а вот там вот откуда вот где я был в монастыре в другом, там вообще пол металлический, пол металлический. Я вас спрашиваю, а зачем? Говорит, а это для испытания духа, потому что зимой на коленях молиться на холодном металлическом полу это надо было иметь очень сильный дух. Говорю, ну, в общем, хорошо, да. То есть, вопрос, почему церкви не отапливались, почему вот такие металлические конструкции встречались и каким образом в них люди не вымирали, потому что я думаю, что если бы часика два-три человек постоял на, не просто на камне, а постоял бы на металлическом полу, причем бы много людей одновременно стояло, ну, покосило бы там много бы народу. Ну, это так, просто замечание. Тоже разные кресты, когда я задал вопрос, а почему у вас тут такой крест, тут такой, такой, он так замялся, говорит, ну, есть книга по крестам, пожалуйста, там почитайте, там вот это все описывается, честно говоря, я сам не понимаю. Ну, это так вот. Теперь давайте уже перейдем к вопросам и репликам, которые поступали в чате. Прошу отвечать очень коротко и сдержанно, потому что лучше в следующий раз нам еще встретиться и еще поговорить, нежели чем затягивать эфир. Итак, Геннадий Романенко, реплика в эфир. Действительно, небо стало ярче, отклик мыслей ускорился, возмездие за поступки тоже. Очень важно держать сейчас в чистоте. Благодарю. Это пришла реплика от Геннадий, когда еще Юрий и Ольга вещали. Далее. Вера Макеева. Вопрос. Сохранились ли сакральные объекты архитектуры на западном побережье Северной Америки? Сразу предупреждаю, что не все вопросы, которые были, я сейчас буду озвучивать, потому что я предупреждал, только те, которые соответствуют тематике, и где смысл такой тонкий, раскрывающий тему. Итак, сохранились сакральные объекты архитектуры на западном побережье Северной Америки? Да, есть. Особенно в больших городах Сан-Франциско, Сакраменто, Лос-Анджелесе есть. Очень много природных сакральных объектов в штате Орегона, в штате Вашингтон. Природные мы не говорим пока. Но это тоже сакральные, они, кажется, они выглядят как бы природа. Они, 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 здесь просто уточнение, здесь просто архитектура указана, архитектура, не просто рукотворное зодчество. Ну, да, рукотворное зодчество, может быть, там и камни, я понимаю, да, но здесь в данном случае именно архитектура слово было упомянуто. Понятно, про природу еще нам говорить не переговорить, я думаю, что об этом можно делать отдельный эфир. Далее, Евгений Реплика, во времена предков плотность атмосферы была много выше, соответственно, атмосферное электричество добывалось гораздо легче. Вот, пожалуйста. Ну, я с этим не совсем соглашусь, я думаю, что эта мысль, которая сейчас ходит по сети, да, это тоже, опять же, специально вброшено, чтобы этим делом просто не занимались, а если и занимались, то у них в подсознании будет сидеть, а мы все равно много же не снимем, напряжения небольшого не достигнем. Хотя я вам доподлинно могу сказать, что у меня многие знакомые занимаются этим вопросом именно подковно-технически, и сам я смотрел очень много роликов. Сейчас я просто вам нужно будет искать, чтобы показать. Там все используется, буквально вот с крыши подсоединяется провод через различные там трансформатные эти обмотки, распределяется, например, садовое освещение. До сих пор все это можно использовать. Я думаю, я считаю, что это очередная ложная какая-то мысль, чтобы мы думали, что сейчас невозможно использовать. А если мы посмотрим на грозы, которые очень много запечатлены, то есть вопросы тут же отпадают. Атмосферное электричество, оно было всегда, никуда оно не делось, слабее оно не стало, и с помощью той же даже давления оно как бы не влияет на все. Это мое мнение. На эфир давление не влияет абсолютно. Абсолютно. Его всегда везде много, сколько угодно, хоть в космосе. Да, на то он и эфир. С тебя, Евгений, с тебя, вот эти люди, которые делают эти такие вещи, хотелось бы с ними тоже пообщаться, а может быть, даже эфир сделать. Юра Ни Гагарин один из них. Хорошо, ну сейчас просто можно не называть, просто вот на будущее, что познакомимся с этими людьми, я думаю, что будет многим интересно, что же сейчас. Они не все хотят быть публичными, а Юра, он, я думаю, поучаствует очень хорошо. У нас есть формат телевизионный, есть формат радио, поэтому если человек не хочет быть публичным, он может выступать под любым именем, но при этом показывать какие-то технологические особенности того, что он испытал. Поэтому здесь никто не собирается его светить и подставлять, поэтому наша задача просто рассказать и показать, что это есть. Идем дальше. Оксана Брейнер, а может все эти архитекторы учились у одного мастера, вот и строили, как учили? С вашего позволения, да? В общем-то, идея очень хорошая, одна мысль, один стиль был везде. Почему? Один план, одна идея, один стиль, одна мысль. Абсолютно правильно. Наши предки видели три мира и переносили то, что есть вверху, переносили на землю. Если мы сегодня только живем в этом явно проявленном мире и мир эфира начинает только в нашей жизни проявляться, мы о нем заговорили, значит, признаем, а огненный мир пока нам не доступен. Но вот именно в этих сакральных объектах, как мне кажется, вот эти три мира и представлены. Да, это одна мысль, одна идея. Это наше мнение. Один источник. Потому что, да, была одна цивилизация. Была одна наука, одна система. Кстати, по поводу электричества из молнии и так далее, из того провода, который сверху подключаешь и потом освещаешь что-то. Ведь не так давно Михаил Ломоносов проводил эксперименты, которые хорошо описаны, получение электричества. И известен случай, когда что-то там не так пошло и его друга ученого просто убило, потому что он что-то сделал не так или там что-то не рассчитал. с этими экспериментами. То есть ученые не просто повторяли, они пытались еще и объяснить, как это все работает. То есть, скорее всего, если исходить из того, что Ломоносов восстанавливал своими друзьями это все, эти технологии работали и были описаны задолго до того, как многие катаклизмы произошли. И ученые, такие как Ломоносов и его соратники, пытались это восстановить и объяснить. То есть, чтобы это было доступно не только в домах, которые до этого были построены и устояли. А на многих домах, кстати, видно следы занесения илом. Вот когда ты показывал фотографии, Евгений, там было видно, что это дома очень старые. Первый этаж там занесен чуть ли не до середины илом, какими-то осадками. И эти действующие структуры пережили все эти катаклизмы, еще какое-то время трудились, работали. Так вот, Михаил Ломоносов, он пытался это восстанавливать и пытался это все объяснить. Но по каким-то причинам то ли запретили ему, то ли что-то там пошло не так. Но эти случаи и опыты там прекрасно описаны. Идем дальше. Ксюша Ф. То, что было освещение раньше, это точно. Я видела Эрмитаж, в Дрездене была, в Свингере была, везде высокие потолки и потолки в картинах. Да, то есть, если со свечами там все это освещали, то тогда бы понимать какие-то там картины были. Оксана Брейнер. Пусть Евгений Макаров скажет, в какие года были возведены все эти здания? Евгений, ты можешь сказать примерно в какие годы эти здания были возведены? Вот, которые я показывал на старых фотографиях 19 века? Не знаю, вот просто такой вопрос, я тебе его задал. С датировкой, с определением датировки постройки этих домов я могу сказать, что это затрудительно в том смысле, что даже если мы видим фотографию с датой, то она может быть фейком. Скорее всего, этим домам, которые видны на фресках, на литографиях, да, вот даже там того же 17 века, а то и раньше, все эти дома присутствуют. Вот хорошо в роликах показывал это Валерий, да, канал у него, так и называется, Валерий. Этим домам как минимум 300 лет. Мое не мнение, а утверждение. Поэтому все эти дома, которые занесены не на один этаж, а я просто знаю, что многие на несколько этажей под землей, это все, эти дома прежней цивилизации, поэтому им не 100 лет, как нам пишут в официальной истории, да, там построено в начале 20-го, в конце 19-го. Очень странно, а почему их раньше не строили. Научились только в конце 19-го строить. Это, конечно же, глупость, это просто нам очередной ложь вкрапляют. Поэтому этим домам, которые я показывал, ну, лет 300 как минимум. Вот так вот. Если не больше, да. Если не больше, да. Потому что руинистика, она показывает развалины, схожие по своему строению с теми, которые уцелели дома. То есть, где-то что-то рассыпало, развалило, а где-то что-то уцелело и просто завалило. Поэтому тут надо учитывать, что когда были различные катаклизмы, или потопы, или какие-то наводнения, там, схожением сели, или еще что-то, цунами, мало ли что, да. Вот это надо учитывать. Может быть, какие-то военные действия были. Так что здесь еще разбираться и разбираться, пахать и пахать. Алексей, можно добавить два слова? Давай, дополняй. Есть один очень интересный дом на Манхэттене. И мы смотрели, там стоит дата, 1903 год, но не похоже. Это, знаете, такие обменные дома были, как бы из одного этажа вырастает другой, возле Уолл-стрит. Находим его на гравюре. Написано, 1703 года постройка. А когда он был построен? Вернее, стоит наверху, что 1703 год, а когда он был построен? Трудно сказать. Вот читайте. Находим гравюры. Средина 17 века. Уже стоят дома. Вот приблизительно то, что мы сегодня показывали. А сколько и вред? Вопрос. Алексей, можно ли я включу демонстрацию? Давай, покажи. Даже если говорить на другую тему. Я как раз нашел этот ролик. Кстати, по поводу дат на домах, сейчас тоже еще отмечу. Иногда на домах ставят значимые даты, вензеля и привешивают какие-либо значки, не означающие постройку дома, а означающие момент, с которого владелец дома, какой-то знатный, начал, приобрел его и так далее. Поэтому, например, это был какой-то старый замок старинный, въехал новый хозяин, сорвал тот щит, который там был на нем, убрал и повесил свой. И дата там новая появилась. То есть, не всегда дата означает постройку. Это первое. Во-вторых, знаем, что дома могли после какого-то катаклизма быть разрушены и новые владельцы их восстанавливали. И дата восстановления тоже могла быть. Поэтому само здание могло, например, быть там и 500-летней давности, там еще какое-то, но при этом реконструкция, обновление, новый владелец и так далее, то подобное, они могли вставлять свои уже метки на эти дома. Вот это надо нам всем тоже понимать. Да, вот сейчас я продемонстрирую видео, о котором говорил. Оно так и называется «Свободная энергия, уничное освещение». Здесь показывают… Ты тогда комментируешь? Да. Здесь я вот звук убрал и просто показываю, что здесь вот видите, подсоединена наверху как бы провод такая, просто провод к ограде металлической. заземление через трубу металлическую заземление. Ну, здесь естественно какая-то коробка с платами, да, с обмотками, с катушками. Я просто, так как я с этим тесно не занимался, да, поэтому пока что я не могу точных технических данных вам сказать, что здесь конкретно располагается, но схемы довольно простые даже на вид обычного человека, который не занимается электротехникой. Катушки обмотки, тут всякие этот радиатор, чтобы что-то не грелось, подсоединено, значит, одна лампочка. В общем, он, вот этот вот, значит, гражданин здесь все объясняет. Даже кто разбирается, да, вот он буквально открыл, показал эту схему, а есть у него другие видео, где он приводит схемы, скорее всего. Это все это показано. Потом он показывает, что провод идет дальше, то есть нагрузка распределяется дальше, через еще одно устройство. Используется, значит, здесь и разрядник для понижения, то есть напряжения, да, так скажем, для уравновешивания лишней энергии, потому что ее там просто сколько хочешь. И вот он устроил здесь простейшее такое устройство с освещением сада у дома. Вот ссылку я могу прислать, кто хочет ее посмотреть. еще хочу одно видео показать, где человек показывает пирамиду. Ну, видно, что она из меди. Здесь идет тоже контакт, обмотка какая-то. И потом при подаче напряжения сейчас я скажу сколько даже 15 киловольт 28 килогерц частота. Происходит вот такой интересный эффект взаимодействия. Вот эта фитонка, она выглядит совершенно необычным образом. Не как в качере, то есть в катушке Тесла, а совершенно по-другому. Какой-то луч. То есть видите, такой очень странный эффект. Вот пожалуйста вам действия пирамиды, как энергетического устройства. То есть она многофункциональна. если идет разряд, это говорит о том, что здесь идет работа опять же с эфирным пространством энергии здесь хоть отбавляй, бери сколько угодно. Есть одна статья, она так и называется пирамида своими руками электричества. Как раз оттуда я показывал некоторые фрагменты. Вот собственно что я хотел добавить по этому поводу. и еще показать вам вот это значит гравюра с церковь Василия Блаженного лобное место 17 столетие со старинной голландской гравюры. Мы видим что вот эти купола и кресты совершенно другие не то что сейчас. Но я даже не хочу обращать сейчас внимание на вот этот крест и что он означает все это хорошо знают. А вот на сами купола что вот эта фактура рисунка именно решетки на них тоже не просто так. Опять же это все связано с резонансом идет симметрия. Симметрия вот этих храмов на других куполах закручивается вращательные да вот тут совершенно другой рисунок спираль это связующее звено между внутренним и внешним мирами очень все интересно и вот и вот да пожалуйста вот был он такой храм да был даже ведический я даже конкретно знаю что посвященный хорос хоросу там в трех куполах я уж точно я ходил с детьми туда я пока еще просто фильм не сделал до этого уж точно руки пока не доходят но там такая закрученная спиралевидная как вот галактика да такие загнутые эти лучи свастичного знака это хорос то есть опять же солнечный храм так скажем посвященный солнцу в видео какой-то одной из авторов ютуба она говорит что это то ли Перунов храм то есть его как угодно называют но символика там неоднозначно говорит кому он был посвящен это я как бы уже от темы немножко отъехал атмосферное электричество ну кстати если уж у нас сегодня Виктор говорил про пирамиды пи-ра да то с пи-ра-ле тоже здесь это присутствует соединение хорошо давайте еще вопросики почитаем чтобы все-таки уже как-то продвигаться к финалу а то мы тут это затягиваем затягиваем далее Вера Маковеева вопрос в эфир о современные здания так называемом стиле модерн как влияют на человека какие есть к его наблюдения мысли ну вот я не знаю когда мы ходим по Манхэттену то пусть это будет даже самая удивительная красивая архитектура последняя такие знаете вот они спиралевидные закручивающиеся ты только отстраняешься от этого прямолинейного какого-то потока ты понимаешь что вселенная она живет совершенно по другим законам но вот того тепла которое ты чувствуешь когда ты входишь в какое-то старинное здание как будто оно сверху перенесено в этот мир наш мы не ощущаем это лично мое впечатление я не ощущаю то есть я продолжаю работать на чистоте мой мозг вот в этой чистоте как вот в этой толпе среди этих зданий и знаете как говорят здесь очень хорошее выражение очень важно построить дом очень уютный теплый дом живой дом потому что мы сами его облагоражим но чтобы твое внутреннее пространство очень гармонично перетекало во внешнее пространство вот внутри таких зданий я не ощущаю себя вот просто индивидуальностью в хорошем смысле этого слова я толпа а вот в теплом здании я часть этого мира часть мироздания если дополнить по модерну некому больше то я тогда читаю дальше Оксана Брейнер у нас в Украине современные офисные здания тоже строят с куполами думаете просто повторяют как красоту или как-то используют можно можно ответить да конечно отвечай а я я перебил по-моему пожалуйста я тоже заметил эту особенность что современные здания очень часто стали строить пирамиды наверху я не думаю что это не просто так о чем-то задумались и что-то стали подозревать что все-таки действуют может быть чисто интуитивно архитекторам приходят эти мысли посещающие потому что эти элементы дают какую-то живость наверное этим творением нет не обязательно может стоять буквально параллельно квадратные какой-то офисные здания совершенно совершенно неказистые совершенно безобразные на облике даже старых зданий и наверху отдельно в каком-то из мест стоять такая конструкция наподобие именно металлоконструкция пирамида то есть она не то что украшает она даже портит вид тем не менее она стоит там вот это меня очень удивляет потому что многие здания например какие-то там элитные дома да они почему-то стали на них появляться такие вещи не везде не везде но кое-где есть да может быть по схеме можно здесь рассматривать либо гармонизирует это здание пространство и предотвращает то есть создает полезное хорошее доброе или прямогнитное поле либо наоборот вносит какой-то диссонанс ну вот посмотрите если посмотреть на храмы да кажется купола тоже сакральная геометрия используется а вот когда мы заходим в храм опять же это мое впечатление потому что я ездила по местам силы с этого начинала по вернее святым местам России и ловила собственное ощущение когда читает какую-то молитву я понимаю что людей снимают энергию и эта энергия уходит в ноосферу но мы же не знаем о чем говорят а мы входим в этот общий транс и даем свою энергию куда уходит эта энергия ведь раньше в таких домах вот насколько я понимаю знаете устанавливалось был обязательно какой-то артефакт был какой-то кристалл об этом говорится и в сайте веды Перуна есть ли сейчас потому что я хочу сказать когда устанавливали иглу Клеопатры я знаю это и читала в английских изданиях в американских изданиях что приходили масоны кстати очень много этих лож находится на Лок-Айленде у них был какой-то артефакт камень который они подкладывали под основание этой иглы Клеопатры но я полагаю так знаете когда один человек владеет знаниями его считают чудаком когда горсточка людей обладает этими знаниями вот нами наверное долгое время но я не скажу что управляли значит мы должны были получить опыт потому что нет ни добра ни зла есть просто знание или отсутствие но сегодня мы возвращаемся как бы на круги своя собираем эти камни которые когда-то разбросали поэтому когда многие люди владеют этими знаниями тогда наверное появляется альтернативная наука и этот грандиозный план который собственно в ведах описали нам наши предки он должен быть исполнен хорошо можно ли включить демонстрацию того что я вот перед вами Москва Енисейская улица один из обычных домов даже даже не элитных и наверху совершенно неказистые сооружения больше напоминает какую-то суперантенну тут антенна точно есть больше напоминает то что ты показывал раньше до этого вот именно такая же конструкция пирамида один к одному те же самые вот по бокам вот показывали и металлическая конструкция башня вот та самая и шпили вот эти вот перчат для чего это сделано предположение высказать знаете был очень один интересный случай можно Алексей высказывай конечно Женя конструкцию показывает был один очень интересный случай поскольку здесь жила в Нью-Йорке семья Рейвихов и нам было интересно в каких домах они жили и нашей знакомой удалось побывать в этом доме дом многоэтажный наверху этого здания вот стоит приблизительно такая же как она мне описана это Галина вот такое же сооружение какая-то труба наверху пирамида и та дама которая еще знала Рейвих она очень уже старенькая спрашивают ее а как ты думаешь для чего она была предназначена ну та развела руками она говорит сюда выходил Николай Константинович какое-то определенное время и ему легче было из ноосферы вот так тебе современным языком назову получать информацию ну то есть вот есть такая версия хорошо далее Евгений Зайкин или Зайкин Зайкин скорее всего здравия всем присутствующим вопрос к супругам Шевченко понятно что эфирная энергетика уже на подходе однако пока не сломана существующая ныне система об этом можно только размышлять как вы себе представляете неизбежную систему мирового порядка уклада впрочем вопрос ко всем сегодняшним сказителям кто может ответить благодарю Алексей можно отвечать да значит у меня есть такое представление вообще благодарю за этот вопрос у Елены Ивановой беспредельности очень хорошо сказано признайте просто существование эфира с нами произошла вот такая метаморфоза почему мы вышли на поиск вот этой сакральной архитектуры хотя мы больше занимаемся природными местами силы просолнечном состоянии когда у меня мозг работал в другом режиме может быть альфа то есть просолнечное состояние когда тебе легче взаимодействовать с информационным полем Вселенной мне как показали вокруг меня Тор я раскручиваю микрокосмическую орбиту и мне показали Тор я больше его чувствовала и видела проблески этой энергии по типу знаете цветка жизни который переплетается это было очень интересно и я начала искать эти структуры структуры Тора в пространстве отвечаю на вопрос мое представление если каждый человек изменит свою энергетическую структуру да вот то есть вот это электромагнитное поле вокруг у него будет совершенно другим потому что оно может удерживать то есть от нашего состояния если мы в состоянии радости мы поддерживаем вокруг себя большое электромагнитное поле если хотя бы несколько человек на земле сумеет вот я чувствую сегодня гармонию силу знаете вот идет какая-то сила то тогда это проявится во внешнем мире может нам не дано знать как это будет вселенная имеет свои планы на это но это обязательно проявится просто мы себе доминанту вложили или нам вложили программу сторон что нами управляет никто нами не управляет мы свободные люди но в первую очередь нужно открыть свою внутреннюю вселенную и мы как фрактал сможем воздействовать на наш дом родной это у меня такой ответ хорошо кто-то еще дополнит или дальше идем я бы тоже могла дополнить коротко только очень нет правильного ответа на этот вопрос это очень глубокий вопрос и создавая свою реальность вы будете создавать такой уклад какой приемлем для вас хорошо дальше я хочу немножко добавить так как демонстрируют что вот перед вами здание в том же городе Томске это наводил абсолютно ясно это наводил и даже на них стали повторять видимо власти сказали чтобы не портить исторический облик хотя все равно он испорчен я считаю вот такую конструкцию я не знаю работает она или это просто имитация я думаю что множество вещей просто имитируют не понимая что это такое на самом деле как например вкопанные этажи в землю в сергиевом посаде есть такие здания построенные уже в 2000-х годах как думаю как им кажется они имитировали стиль на самом деле они имитировали затопленные здания вот так вот небольшое такое дополнение подражательство оно существует о чем мы говорили и вот известно такое племя которое живет на островах если кто видел фильм интересный который строит из бамбука из всяких палочек самолеты строят аэродромы и собираются вокруг этих аэродромов и смотрят в небо ну как-то не могли понять что это они делают зачем эти им самолеты из дерева причем такие самолеты типа У-2 такие кукурузники они строят размером площадки разбирают излетные полосы все нормально а потом выяснилось что во времена Второй мировой войны на этих островах базировались летные аэродромчики небольшие и чтобы там добавлять доставлять им но они были совсем маленькие поэтому маленькие самолеты там находились и чтобы доставлять пищу на эти аэродромы большие самолеты транспорт не могли приземлиться поэтому просто сбрасывали сверху эти продукты через парашютов и туземцы часто их подбирали в джунглях и они поняли там где стоят эти самолеты значит туда эти вот на парашютах опускаются продукты очень вкусные вот и они стали такие строить самолетики и аэродромчики быстренько и какое-то время им на самом деле туда сбрасывали вот эти продукты но потом вдруг ни с того ни с сего продукты перестали сыпаться с неба ну мы-то понимаем Вторая мировая война закончилась и поэтому базы все убраны были с этих островов и все там аэродромов больше нет они продолжали ждать вот они сядут так вокруг этих самолетиков аэродромов и смотрят в небо они приблизится или кто-нибудь наверху который сбросит нам чего-нибудь поесть вкусненькое то есть ветра нет у них голод бананы не падают с пальм вот такие есть дела поэтому вот подражательство иногда оно до абсурда доводит но нашу жизнь но так вот часто появляются религии когда мы не понимаем что такое храм как храмы работают чему они посвящены почему именно так а не иначе люди утерявшие видовство потерявшие знания они просто начинают подражать хорошо если правильно подражают хорошо если там энергии хоть какие-то сохраняются а если чуток нарушили если неправильно подражают но бывают случаи что и убивают дальше идем Алексей простите пожалуйста можно я Евгению тогда скажу посмотрите Евгений пожалуйста фильм Фостера Гэмбела называется Процветание очень интересный фильм о будущем планеты и о нашем мышлении о торах об энергии об эфире Процветание Фостера Гэмба хорошо да хорошо дальше Анжела Анжела Шемшур у меня вопрос следующий Владимир Максименков показывал схему получения электричества из атмосферы я правильно поняла но я насколько понимаю что это не он показывал а Юрий и Ольга в конце показали там купол со всеми делами или я что-то упустил нет именно Виктор показывал Виктор показывал потому что я у них тоже презентацию увидел может я отвлекся этот момент это у меня было да все правильно все правильно хорошо но я тоже заметил похожий был рисунок и Ольги с Юрой ну ладно хорошо да ну ничего показали это был вопрос да показали показал Виктор показал да и что дальше еще раз показать то есть не закончен вопрос Виктор покажи еще раз покажи Виктор показывай ладно пока ты показываешь дальше Олег ушак реплика сотворил пирамиду в соотношении числа пи работает пробую приладить к ней вибраторы частоты в виде коловоротов с направлением потока силы постоянным магнитом работа энергии храмов вот как раз мы и доходим до схемы от Виктора вот это базовая антенна для приема и сбора атмосферной энергии разработанная в 2000-х годах в России которая полностью копирует насколько мы понимаем ну не полностью а во многом копирует то что еще было во время Тархтарии да или Тартарии как сейчас называют и которые вот как раз на шапочках вот этих вот ты показал да присутствует вот эти все шестые жезлы шапки это то есть они должны были нести свет а вот эта схема где справа это грубо говоря колокольня а слева это и есть купол но он просто без всех этих архитектурных изысков он чисто энергетически сбор его вот он вот это и есть купол слева это чистая схема без всех этих кирпичей если все убрать лишнее вот эта схема вот так а почему рядом с храмом схема и они сами пишут что минимальная высота 15-12 метров это минимум опять пропадает опять пропадает от тебя но вот то что обратили внимание есть направленные есть перпендикулярные вот эти как раз строения на крышах так называемые коньки или перильцы да непонятно от кого эти перильцы чего ограждают если она по коньку идет то вот тут как раз мы видим вот это вот посередине в кругу лампочек стоит перпендикулярно направлено к антенне да и вот эта фольга куда-то там направлена она похожа вот как раз на тот конек на котором что-то установлено то есть вот как раз действующая антенна и все очень четко но вопрос у меня другой и он в чате был задан если это все рабочее почему никто не собрал почему только вот эта функциональная схема может у кого-то есть ответ что такую вещь уже собрали может мы что-то не знаем упустили есть ответ есть есть ответ не они собрали утвердили только им никто не дает сделать нет есть ответ по поводу альтернативных изобретателей кулибинных которые похожие схемы собирают например используя вот тот самый этот Валерий Рассен у себя на канале вот эти фильмы про атмосферу купольные генераторы он как раз сейчас собирает действующий он будет выглядеть как конусообразная шапка вот как типа да не знаю у волшебника такая конус то есть круглый без граней это я считаю что это одна из разновидностей пирамид только круглая конусообразная но пока что видимо он процесс у него там затянулся и он очень мало выкладывает роликов и еще мне присылали разные схемы люди разбирающиеся в тех же в антеннах в длинных волн да то есть антенны они тоже не просто так имеют разные схемы для принятия для взаимодействия с разной мощностью и с разными длинами волн вот этих электромагнитных радиоволн они могут быть например рупорные антенны опять же она выглядит как пирамида направленная ну именно как пирамида то есть она может использоваться по-разному или как антенна если там соответствующее оборудование подключить то есть это она будет принимать сигнал да и направлять его непосредственно вниз то есть в помещении или же да или же ну то есть она в основном как бы собиратель те же самые купола собиратели одна из схем будет выглядеть примерно так что я сейчас включу демонстрацию как мне объяснили вот сейчас я вам рисую купол купол как собиратель крест как антенна значит то есть вот тут очень многие купола содержатся такие как бы шпильки или маленькие пирамидки это все элементы этой системы то есть разница потенциала возникает между атмосферой и и землей во многих храмах заземление есть это я просто для примера эту линию рисую то есть она идет как бы вот тут да вот эта линия разница потенциал заземлением да то есть возникает ток заряда соответственно вывод какой если здесь поставить электростатический мотор здесь например да или внизу во многих храмах он был внизу там даже остались обрезанные контакты я их кстати здесь демонстрировал где это называется следы срезанного оборудования я их сам в том же Вастанкинском храме заснимал там просто сейчас это нужно видео искать будет показывать вам вот пожалуйста разница потенциалу да возникает допустим я просто не помню плюс как раз по моему земля минус атмосфера минус земля плюс атмосфера а наоборот да хорошо в принципе это не суть важно потому что Рыбников например говорит что нету минусы плюсы есть как бы разные разнородные заряды это даже сейчас не важно возникает разница потенциала то течение тока запитывается статический мотор он вырабатывает еще дополнительную энергию ну и дальше что называется делай что хочешь по металлоконструкциям храма энергия передается софиты вешаются по стенам светильники есть кстати документация книга об этом опять же 19 века про все эти металлоконструкции в храме как таководы использующиеся все это было эти следы этих разрушенных храмов повсюду я вон летом столько их объездил ну сколько смог везде торчат эти арматуры контакты везде видны она кстати не ржавеет там действительно до сих пор есть какое-то поле которое сохраняет этот объект пускай он даже разрушенный а дальше как хотите дальше ставьте магнетрон и раздавайте энергию лампочки будут светиться эти ракеты вражеские будут падать и не долетать то есть это и защита и все что хотите вот так вот вкратце Алексей можно мне добавить был вопрос да что почему это не используется это очень хорошо говорится в фильме процветание процветание что смотрите это было доказано в сотнях лабораториях вот только Женя нам это продемонстрировал по всему миру а почему не стали достоянием общественности потому что свободная энергия это так же как вода как воздух это все бесплатно правильно берется и самого пространства и учету не поддается тогда что прощай уголь нефть и передача энергии по электропроводам да и поэтому да Юра ответил с кого брать деньги вот поэтому а этих изобретений очень много хорошо ну что ж в заключении прочту вопросы реплики от Владимира Заболотного как бы так вот но если не появился товарищ Измытич все эфир не удался все читаю от него в заключении и на радостных нотах расходимся как говорится пришел лесник и всех разогнал итак Владимир Измытич почему люди думают что наблюдаемые каменные конструкции и сооружения могут нести только добро почему люди исключают вариант что эти каменные объекты несут зло продолжение ибо пройдет сто лет и например уже через без документов не поймешь чей это был аэродром фашистов или красной армии а вы тысячелетия камни анализируете генераторы свободной энергии скорее всего изобретены песеглавами не знаю шутка пишет или нет есть конечно тема про генерацию очень дешевой энергии но нам пока это технически недостижимо ну и в заключении реплику запускает горячо поддерживают тему исследования в области технологий предков но иногда сказываются ощущения складываются ощущения что еще немного и оленей будут обвинять в том что они вырастили рога пытаясь подражать антеннам космических кораблей можно Владимиру ответить конечно давай за все вопросы это к вам знаете когда встречаюсь человека который имеет отличную точку зрения от моей во всяком случае мне это очень нравится для меня это не повод поспорить а возможность увидеть этот мир совершенно с другой стороны за это я вас благодарю ну что ж подводим итог вы можете ответить друг другу на вопросы можете подвести просто итог нашей передаче выбрать может быть какой-то важный один какой-то вопрос который вас больше всего затронул из тех вопросов которые наши слушатели и зрители задавали а можете просто пожелать что-то доброе вечное и будем закругляться начинаем естественно с тех в том порядке как у нас это и обозначено Юрий Ольга Шевченко пожалуйста слушай Алексей реплика в эфир нам на двоих 50 минут мы по 25 минут их разделили а в заключении что-то скажешь еще или все хочется пожелать всем нашим слушателям и зрителям интересуйтесь окружающим вникайте вдумывайтесь и самое главное будьте как говорят на позитиве и мир станет лучше в первую очередь я хочу поблагодарить народное славянское радио в лице Алексея Орлова это не комплименты мы гордыню твою проверяем таким образом Алексей потому что это настоящий магнит который притягивает людей которые хотят этот мир наверное исследовать а всем людям вообще за вопросы благодарю и вот всех исследователей Виктор Евгений Анна огромная благодарность почему потому что на какой-то очень позитивной хорошей волне знаете как будто что-то создано а всем хочу пожелать в первую очередь погружайте свой внутренний мир он настолько интересен и отходите от обыденности мышления знаете мне очень нравятся слова маленького принца который сказал встал поутру умылся привел себя в порядок и приведи в порядок свою планету не забывайте и о своем общем о нашем общем доме благодарю Юрия благодарю Ольга Ольга поищи другие другие слова поищи комплименты мою сторону не пробивают пока так что не прокатывает Евгений пожалуйста тебе микрофон завершай эфир ну я хочу всех поблагодарить это же было что-то чудесное необычное первый раз вообще в таком телемасте международном участвую и очень отрадно что столько много исследователей вот наши коллеги из Америки я очень несказанно рад что люди стали понимать что действительно мы то есть вот именно что белая раса она существовала по всему миру и что следы всего этого везде они стали не то что понимать они просто осознают это сами как вы сказали мы приехали домой земля наш общий дом я не говорю что все другие расы чем-то плохи нет это не так я говорю что хорошо что люди стали понимать и осознавать мы проснулись вот я желаю всем всем зрителям тоже уникнуть в это я конечно хотел бы сказать много про это электричество давайте его использовать давайте создавать генераторы да но это уже как бы к теме так уже не относится больше я рад что люди проснулись люди осознали люди чувствуют некую общую связь вот я бы хотел как бы на этом закончить благодарю Анна я тут я листала чат пока сама выступала и другие тоже выступали и там было такое замечание интересное про пол как шахматную доску везде вот и на этом закончу шахматная доска это как черное и белое да перемежается черное и белое или там зеленое желтое это о том говорит что нужно избыточный потенциал всегда заземлять и должно быть всего в меру и все все нужно и свет и тьма и добро и зло и луна и солнце все это нам нужно и когда мы слишком высоко в небо бум это у меня ребенок слишком высоко в небо устремляемся нужно это заземлить и немножко себя тоже знаете когда нам хочется больше и много и всего надо тоже ограничивать поэтому хочу всем пожелать чистых вибраций и гармоничной работы главного своего приемника генератора вот всем добра и чистоты благодарю Виктор пожалуйста хотел бы пожелать всем изменяться и обращать внимание на то что им больше всего нужно потому что на что вы обращаете внимание то и увеличивается пускай увеличивается чистота и доброта здорово сказал от себя хочу сказать следующее во-первых я благодарен тем людям которые встречаются на моем пути и я благодарен судьбе которая позволяет мне с этими замечательными людьми встречаться поскольку я считаю что я встречаюсь с людьми которые намного мудрее намного интереснее чем я и я у них постоянно учусь я с ним постоянно общаюсь это такое наслаждение когда ты в окружении добрых людей попадаешь и постоянно у тебя какие-то новые эксперименты в жизни жизнь кипит бурлит вот некогда даже секунду провести в каком-то унынии и подумать как же все плохо и когда ты видишь это все ты смотришь на людей которые живут такой полной жизнью и как-то вот нету той усталости которую многие говорят вот стресс у меня вот чего-то еще и так далее жизнь очень хорошая и веселая но почему-то все время хочется еще 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 так что давайте будем делать лучше также я приглашаю вот в открытую приглашаю сейчас исследователей из разных мест земли для участия в будущих эфирах телемостах пожалуйста приходите потому что Россия с одной стороны Америка с другой страны но ведь между Россией и Америкой существует множество других царств государств земель и княжеств где живут такие же просвещенные люди где есть своя история прошлое где много много чего интересного есть пожалуйста приходите пишите через форум обратной связи я вот живу там-то там-то занимаюсь тем-то тем-то у меня вот есть то-то то-то такие-то такие-то наработки мы занимаемся устройством телемостов под общим названием наследие предков поэтому все что касается наследия давайте будем это изучать будем помогать другим людям понимать и осознавать ну и мне остается только сказать что сегодня по одному из современных календарей 17 февраля 2018 года суббота где-то уже земля наша большая где-то уже 18 наступила ну по московскому времени а по одному из старинных 28 день месяца в юг и стужа 7500 даже 100 лет а четверик мы проводили второй телемост наследие предков россии сша высокие технологии в архитектуре участники юрий и ольга шевченко евгений макаров анна никифорова виктор максименков всем друзья низкий поклон молодцы так держать здорово через месяца два если все будет хорошо устроим а может через месяц как пойдет устроим еще один телемост присылайте вопросы становитесь участниками делайте как мы делайте с нами делайте лучше нас на 7 я с вами прощаюсь с вами был Народное Славянское Радио Алексей Орлов до новых встреч друзья мои увидимся и услышимся быть добру быть добру быть добру Народное Славянское Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров